Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анастасия, я рада вас приветствовать в пространстве в библиотеке Гоголя. Нас оказалось сегодня внушительно много, очень много почитателей Петербурга и Пушкина. Мы рады вас видеть, Сергей Владимирович, вы рады? Очень, не то слово. Я думаю, что и Пушкин рад на самом деле. Дорогие читатели, если вы сейчас будете заходить и не будет совершенно места, то, по вынужденным обстоятельствам, в соседнем художественном зале мы запустили прямую трансляцию. Вы можете смотреть на экране, то есть на плазме, которая висит на стене только в художественном зале. Ну, вот такие обстоятельства оказалось нас очень много. Душно не будет или? Я буду периодически открывать окно, чтобы не было сквозняка. Так, чтобы все не простужались. Да, не так, чтобы все не простужались. Думаю, на 15 минут буду открывать периодически. Я рада приветствовать нас в гостях Сергея Владимировича Сурина. Спасибо. Дамы и господа, аплодисменты. Без лишних вступлений мы готовы начать. Рассказать про тему, которую я уже озвучила выше. Я думаю, эти полтора часа будут захватывающими и интересными. А после них ваши вопросы. Сегодня нас очень много, и мы можем обсудить разные стороны жизни великого писателя и поэта. Начинаем? Да, конечно. Вот большая просьба. Все вопросы после лекции, иначе мы завязнем просто до полуночи. И небольшое объявление. Вот оно написано. Если кто захочет, 23 марта такое будет интересное событие. Но в библиотеке Лермонтова. Там не работает Чернышевская. То есть, если кто поедет, то от площади Ленина на 3-8, например, трамвая. А, да, я так очень интимно говорю. Там будет вот лучший филолог по поэзии, Алексей Машевский, замечательный. Там будет военный историк Борис Кифнис. И я буду вот вместе с ними, мы будем говорить о Лермонтове. Так что это четверг, к сожалению, 6 часов четверг. Ну, вот как есть. Ну, вот вроде все. Итак, все вопросы потом. Я думаю, что, к сожалению, это будет час 40. Наверное, многовато. Кому будет тяжело, вы уходите. Ну, то есть, не стесняйтесь. Я, так понимаю, немножко все-таки тут тепло. Ну, вот будем. И я буду, наверное, говорить быстро. Потому что, если я медленно с расстановкой, с толком, как у Гриба Эдова, то это будет больше двух часов. Наверное, будет совсем тяжело. Поэтому, к сожалению, буду говорить быстро. Вот. Ну, все. Давайте начинаем. Петербургские периоды Пушкина. И в начале каждой лекции, если она очна, я всегда выставляю вот эту картину Гогена. Не потому, что на ней нарисовано что-то, а потому, что она очень интересно называется. Название сам Гоген придумал на французском. Она называется «Откуда мы пришли?», «Кто мы?», «Куда мы идем?». Вот эти вопросы, наверное, ответы на них, мы должны каждый как-то вот пытаться ответить. И я думаю, что явление Пушкина в нашей истории, в нашей культуре, оно позволяет вот как-то задуматься и попробовать ответить на эти вопросы. Может быть, это главные вопросы, в конце концов. То есть, мы, конечно, говорим о Пушкине, конечно, о Петербурге, но мы отвечаем вот на такие глобальные вопросы тоже. Ну, что? Первый период юного Пушкина. Июль 1811 года. Саша Пушкин, 11 лет, едет поступать, как вы понимаете, в Сарско-сельский лицей. Едет с дядюшкой Василием Пушкиным, его гражданской женой Анной Ворожейниковой, значит, тетушка Пушкина вместе с его бабушкой по отцу Варвары Чечериной дали ему денег. Ну, на мелкие расходы. Представляете, он там будет жить, орехи, конфеты. Должно быть что-то у него такое, да? Положил он это в карман, сели они в карету, Василий Львович видит ассигнации в кармане у Саши Пушкина. Он говорит, Сань, все нормально, едем. Слушай, тут у тебя, я заметил, я вообще не смотрю в чужие карманы. Ну, так, просто случайно увижу там денюжка. Вот смотри, ты ж такой егоза, ты ж такой энерджайзер, туда-сюда. Раз, и на ветру деньги просто сдует. Понимаешь, в чем дело? Давай ты мне их дашь, потому что я там поиздержался на мели, а я потом отдам. Ну, у меня же это надежнее, чем ты будешь тут елозить. Ветер сдует, все, обидно будет плакать, будешь по ночам. Давай. Ну, он, конечно, дал деньги Василию Львовичу и никогда их обратно уже не увидел. Не давайте деньги поэтам, скорее всего, они вам их не вернут. А Василий Львович был, конечно, известным поэтом. Он входил, на мой взгляд, в первую пятерку, вот, поэтическую тогда России. И он, и Сергей Львович, отец Пушкина, они представляли собой новую московскую богему эпохи позднего Екатеринского просвещения. У них, у обоих, даже слуги писали стихи. То есть, стихи писали у них все в доме. Этими слугами можно было блеснуть на обеде, когда возникала неловкая пауза. Вот, приглашали слугу, он читал стихи. Василий Львович женился и скандально развелся на первой красавице Москвы. Его звали Капитолина. И Александр Сергеевич тоже женился на, наверное, первой красавице Москвы. И, как вы знаете, в общем, это тоже привело к роковым последствиям. Вот, зачем вы, мальчики, красавец любите? Итак, по приезду Пушкины останавливаются где? Они останавливаются Мойка-13. Там был отель Бордо. Это был дом купца Кувшинникова. И вот вся жизнь, можно сказать так, сознательная Пушкина, проходит между Мойкой-13 и Мойкой-12. Вот, от Мойки-13 до Мойки-12. Все это Петербург лежал путь Александра Сергеевича. Вот они там в отеле в самом проживут несколько дней. Василию Львовичу не понравится, что дорого, его обдирают. Пушкинские деньги уже истрачены. И они переезжают. Вот куда они переехали, я точно не знаю. И где они будут жить в течение двух месяцев. Где-то там же, говорится, у конюшного моста на Мойке. Они посещают вот Ивана Дмитриева. Иван Дмитриев – это поэт, баснописец. Все мы знаем фразу «Мы пахали». Вот мы ее говорили всегда в школе, но они знали, что это Иван Дмитриев. Это из его басни. Но, кроме этого, он же был министром юстиции. На секундочку. Вот я говорю, что Пушкинская эпоха – это такая удивительная пора, когда поэты могли быть министрами юстиции. А Иван Дмитриев, на мой взгляд, тоже входил в эту первую литературную пятерку России. Представляете, поэт – министр юстиции. Вот сейчас подумать, но это не может быть. А вот может быть, потому что шла Пушкинская эпоха. Тогда и офицеры писали стихи, и читали книги. И поэты хотели стать офицерами. Вот удивительная эпоха. А Василий Львович читает свою только что написанную поэму «Опасный сосед». Очень остроумная поэма, но действие там происходит. В доме, так сказать, где девушки легкого поведения. И поэтому, когда он читает, он просит Сашу Пушкина выйти вон. То есть, с его точки зрения, это 18+. С нашей точки зрения, наверное, это уже 12+. То есть, вся норма сдвигается. Но Пушкин говорит, да я все и так знаю. И вообще, я твою поэму читал, ты ее там положил случайно. Оставил. Потом Александр Сергеевич под воздействием «Опасного соседа» напишет графа Нулина за два дня. И еще очень интересный момент. Он возьмет героя, вот этого опасного соседа, по фамилии Буянов и перенесет в Евгения Онегина. Вот на именинах у Татьяны Лариной там присутствует Буянов. А Василий Львович возьмет Татьяну Ларину из Евгения Онегина и перенесет в свою последнюю поэму. Вот они обменивались персонажами, так как мы сегодня обмениваемся, ну я не знаю чем, в интернете лайками, взаимными подписками, всякой вот такой ерундой. А они обменивались персонажами. Пушкина допускают до экзаменов. На самом деле это было непросто сделать. Нужны были связи. То есть вот иметь хорошие связи было не засорно, это было обязательно. И поскольку семья Пушкинов, она очень известная, очень остроумная, они в Москве давали обеды. Вот Александр Тургенев, этот замечательный человек, помогает, продавливает поступление Пушкина в лицей. Александр Тургенева я бы назвал таким, с одной стороны, душой Пушкинской эпохи, с другой стороны, продюсером Пушкинской эпохи, потому что он всем помогал. Он был действительно членом всех сообществ литературных, все-все помогал, при этом был достаточно высокопоставленным чиновником. И он, смотрите, он начнет, запустит Пушкина, с его помощью поступил в СССР, и по указу Николая I, вот этот же человек повезет гроб с Пушкиным в Михайловское. То есть он, Тургенев, окольцует судьбу Пушкина. Вот так все, на мой взгляд, интересно. Ну, естественно, они это пробили, надо было пробить выход на министра просвещения Разумовского. Вот они пробили, Пушкин прошел медицинский экзамен, прошел экзамены, и с 38 человек 8 не прошли. То есть, в общем-то, это было так не совсем формальность. Пушкин в числе принятых публикуется в списке, и он там под номером 14. И потом он будет жить в самом лицее, в комнатушке под номером 14. Вот такое для него, наверное, счастливое число. Так, в первой характеристике Пушкину написано «ветрен и легкомыслен». Вот по поводу ветренности я тут вступал на радио, возник спор, потому что не понравилось, что к Пушкину применяется ветреный, хотя, на мой взгляд, он во всех значениях ветреный. Но я говорю о том, что ветренность – это не всегда плохо. Это и плохо, и хорошо одновременно, потому что ветренность Пушкина означает его всеядность. Он хотел все испытать вот в этом молодом периоде, он хотел все попробовать, он за все хватался. Это ему надо было, потому что он был как губка, он все в себя впитывал. У него была фантастическая память, я потом постараюсь об этом сказать, вот все впитать, переварить, а потом уже воспроизвести в виде текста. Ветреный Пушкин приехал в ветреный Петербург. Вы помните, какой был ветер вчера? Меня лично чуть на остановке не сдуло. Это характерная особенность Петербурга. И получается, ветреный Пушкин пришелся ко двору ветреному Петербургу. Первый раз они приехали в лицей не 19 октября, а 9, то есть за 10 дней. И занятия начались еще до открытия лицея, до знаменитой даты 19 октября. Уже с 10 октября с ними занимался и Куницын, и Каданов и так далее. Малиновский директор пишет бумагу, называлось тогда «Отношение», что настолько одежда у лицеистов некрасива и стрепана, что надо всех одеть в казенные сюртуки. Вот вы представляете, Александр I хотел туда своих братьев отправить. А у этих лицеистов, ну не у всех, но у большинства, одежда-то неказистая. Вот не зря, наверное, Мария Федоровна отказала Александру I и оставила великих князей Михаила и Николаевна домашним образованием. Но зато в лицее было, как вы знаете, очень-очень весело. И вот эти два месяца от медосмотра до приезда в царский лицей, что делает Пушкин? Ну, во-первых, он познакомится с Пущиным на медосмотре, и они гуляют по городу. Для Пушкина Петербург был, наверное, откровением, потому что, ну, совсем другая Москва. Но это просто другая планета. Пушкин как будто оказался вот совершенно в другой книге, да, как мы сказали, в другом кино. Но удивительный Петербург, и Пушкин, наверное, сразу им проникся. А что же было тогда в Петербурге? Знаменитый пожар вот этого здания, Большой каменный театр, его сейчас нет. На театральной площади он был. Вот в 1811 году он горел. Вообще, этот год был годом чудовищных пожаров. В Америке, в театре в городе Ричмонде, во время пожара погибло 72 человека. Это тоже 1811 год. Здесь у нас никто не погиб, он был ночью, но он сгорел полностью, Большой каменный театр. Он находился на том месте, где сейчас консерватория. До 1886 года был вот этот Большой каменный театр. И после реконструкции, после пожара, в нем помещалось 3000 человек. Это был самый крупный и самый современный театр Европы. Вот он находился именно в Петербурге. И для него, лично для этого театра, вот как мы говорим, специально пишет оперу кто? Самый гениальный оперный композитор Джузеппе Верди. Вот специально для этого театра. Вот такие тогда были в мире и в Европе, прежде всего, отношения. В Александринке, которая откроется в 1832 или 1834 году, будет 1700 мест. Почти в два раза меньше. И вот этот театр пережил и страшнейший пожар, и страшнейшее наводнение 1824 года. Знаменитое. Пушкин в этом году был в Одессе. И что опять связывает эти события? Мы все время пытаемся найти сегодня, наверное, какие-то связи. А реконструкцией заведовал Тамада Тамон. Очень замечательный петербургский архитектор, который здесь творил. Он вообще-то французский, конечно. А в Одессе Тамада Тамон построил тоже оперный театр. Вот как на самом деле удивительно все связано. Далее. Такая была мистическая особенность у этого большого каменного театра, что архитекторы часто с него падали, с лесов при строительстве. В позднее екатеринское время падает Ринальдин. Знаковый тоже архитектор Петербурга. Мраморный дворец. И он, собственно, по его проекту изначально строился. Он падает так, что достраивает уже другие архитекторы. А через два года после описываемых событий, в 1813 году, с лесов падает уже Тамада Тамон. И по устоявшейся легенде он падает насмерть. Вот какая-то мистика была вокруг этого большого каменного театра. Недаром потом его, может быть, переделали в консерваторию. Ну, а про Тамада Тамона мы, конечно, его все любим вот за это. За это чудо, которое тоже в это время и создается. Смотрите, Пушкин приехал в Петербург, и Петербург встречает Пушкина своим новым видом. Старое здание биржи строил Кваренге при Екатерине, и он его развернул фасадом к Зимнему дворцу. Вот он не учел вот этот разлив феноменальный Невы в этом месте. Совершенно уникальный. Ни в каком другом городе такого разлива нет, который образует Нева. Может быть, еще Кваренге хотел сделать знак лести в сторону Екатерины Второй. Вот вам фасадом биржи. А Тамада Тамон уже работал в условиях Александровской утепели, и льстить уже было не обязательно. И он развернул его так, как надо было, вот к этой водной площади Санкт-Петербурга. И в этом же году, это все 1811 год, посмотрите, какой насыщенный. Нас-то, конечно, интересует, что Пушкин приехал в Петербург, но, тем не менее, вот это здание появляется. Ни много, ни мало это здание. 1811 год, сентябрь, открывается, освещается Казанский собор. Представляете, это сентябрь. И Пушкин сентябрь, он шлялся по городу, так наверняка он был там на открытии вот этого собора. Павел I решил построить на этом месте, а там была церковь, и в этой церкви была знаменитая икона Казанской Божьей Матери. А еще эта церковь была характерна тем, известно, что в 1762 году там сенат и сенот присягнули Екатерине, вот в этой церкви. А Павел, который матушку на дух не переваривал, он решил убрать память об этом. Он, так сказать, разломал эту церковь и сказал, что здесь будет кафедральный новый собор, чтобы никто не помнил про Екатерину. И по примеру римского, в год рождения Пушкина был тендер проектов. Там, кстати, тамада там он участвовал, и вот Чарльз Камерон, вот его проект. Павел не любил Чарльза Камерона, потому что он был обласкан Екатериной, но вот сказал, что пускай вот так. Вот вы представляете, сегодня вы выходите из дома книги, и перед вами вот этот монстр. Я думаю, что если человек несет кофе, он тут же этот кофе прольет. Вот хоть он уже сто раз видел, но вот открывается дверь, и вот что-то такое. Человек просто вздрогнет, прольет себе кофе на свои новые брюки. Слава Богу, что буквально через две недели Александр Сергеевич Строганов, которого Павел уважал, ему принес проект молодого бывшего крепостного Андрея Воронихина. И Павел тут же сказал, все. Ну, Камерону, наверное, заплатили, чтобы он не нервничал, успокоился, и уже строили Казанский собор по проекту Воронихина. Я думаю, что если бы вот такой собор построили, то весь Невский проспект надо было переделывать под этот собор. А смотрите, что сделал Воронихин. Он сделал органично. Он вписал в уже имеющийся, и вот это пространство, свой вот этот шедевр. Это тоже для России характерно. Они не пытались сделать что-то такое особенное, подо что потом надо будет что-то делать. Они вписывали, вписывали уже в природу, в здание, которое имеется. Вот что делали Евронихин и Карл Иванович Росси. Это был первый такой опыт монументального строительства. Он огромный на самом деле, он очень тяжелый. И этот опыт проложил дорогу всему преображению города в первой половине XIX века. Вот Казанский собор Воронихина. 1811 год, он еще, так сказать, уже печален тем, что уходит из жизни вот этот архитектор Адриан Захаров. Он переделывал Адмиралтейство, но он уже все сделал, все проекты. Адмиралтейство строилось четко по тем проектам, которым он оставил просто после себя. Еще будет 10 лет строиться Адмиралтейство. Итак, 1811 год. Вот приезжает юный Пушкин, вот он видит вот это, вот он удивляется, поражается. Взрослеет Пушкин, меняется, преображается в Санкт-Петербург. Так, это первый период закончил. В следующий раз Пушкин появится в Петербурге через пять лет. Вы, наверное, знаете, что лицеистов просто не выпускали. Там были такие драконовские меры. В течение первых трех лет вообще за территорию сада нельзя было выходить, все очень жестко. С четвертого курса можно было перемещаться, оставив запись в книге регистрации, как бы мы сейчас сказали, в пределах Царского села. И Пушкин, конечно, этим же воспользовался. То есть он в любой момент сбегал даже, наверное, занятий, я так думаю, и бежал в лейб-гвардии гусарский полк, который квартировался в Царском селе, потому что там был Петр Каверин, легендарный гусар, потому что там приедет Чаадаев. То есть вот это время знакомства. И, конечно, там будет жить Карамзин. Вот куда бегал Пушкин. А на последнем курсе, на последнем классе впервые разрешено было на рождественские каникулы отпустить, у кого были родители в Петербурге, лицеистов. И вот Сергей Львович берет Сашу, и они едут в Петербург. Пушкины переехали в 1814 году из Москвы в Петербург. Денег в семье никогда особых не водилось. Здесь они снимают, как бы мы сейчас сказали, в спальном районе. Это фонтанка 185, дом Клокачева у Калинкина моста. Вот этот дом. Снимает семикомнатную квартиру. И вот там в маленькой комнатушке, с маленьким окном, который выходит во двор, во дворе, правда, садик, будет жить и Пушкин. Здесь он напишет свои первые стихотворения, знаменитую его довольность к Чаадаеву, звезда пленительного счастья. И Руслан и Людмила. Вот все это будет в маленькой комнатушке здесь. Вот удивительно, но факт. Сегодня мы говорим о разных совпадениях. Да, вот уже мы о чем-то говорили. Вот следующее совпадение. Вот этот человек наш, самый, наверное, гениальный петербургский архитектор Карл Иванович Росси. Он закончит свой жизненный путь именно в этом доме. Вот странно, но факт. Слушайте, главный архитектор, да он должен был огромные деньги получать. Но вот жизнь, она непростая. Десять детей у него было, всякие перипетии. Он находился в финансовой нужде. И единственное, где он мог провести последние месяцы своей жизни, это вот в спальном районе, в этом же доме, где жил Пушкин. В 1949 году в эпидемию холеры Карл Росси покидает наш мир. Итак, Сергей Львович забирает Сашу. Они на рождественских каникулах на Фонтанке, 185. К Сергею Львовичу, к Пушкиным, часто ходит Петр Плетнев. В чем здесь удивление? Удивление в том, что Плетнев на 25 лет моложе. Вот, наверное, в нашу эпоху это было бы странно, да? Что дружит семья, другом семьи является человек, который на 25 лет моложе. А тогда вообще без вопросов. У них общие интересы. Им интересно беседовать. Они остроумные, они образованные. И вот эта разница в возрасте просто стирается. Вот Плетнев являлся другом семьи Пушкиным, повторяю, будучи на 25 лет моложе. Сергей Львович, 1767 года рождения. А этот 92-го. И Пушкин с ним знакомится. Он станет его добрым другом. Он будет ему помогать, как менеджер в издательском деле. И вы, наверное, знаете, что, собственно, роман в стихах Евгения Онегина посвящен Петру Плетневу. Пушкин возвратится в лицей 1 января. И надо сказать, что он особо не будет переживать. Да, вот я помню, я был в пионерском лагере. Я все время, ну, особенно когда я маленький был, маму ждал где-то. Мама, мы стояли, смотрели, родительский день. Учья первая придет. Моя, а моя-то когда? А Пушкин нет, потому что он был нелюбимым ребенком в семье. Любили его брата Льва, вот этого Кудрявого. Лев Пушкин был рожден для любви. А Пушкин, в общем, мешал. Вот Сергей Львович в Москве, как мы говорим, с Батуна, да, что-то вот вчера. А этот бегает туда-сюда, туда-сюда. Да, этот Пушкин, да господи, вот он был счастлив, что его в циркосельские лица и отдал. И, конечно, домом для Пушкина был не дом, где жили родители, а его комнатушка номер 14. Обратите внимание, как будет действовать Пушкин в 30-е годы. Он будет не то что помогать родителям, которые, в общем, его не очень любили. Он будет просто каждый день приезжать в дом, где будет умирать Надежда Осиповна. Вот такой вот он Пушкин, вот этот ветреный, да, дерзкий, хулиганистый, даже хамоватый. Вот каким он станет человеком. Итак, вернувшись в лицей, значит, Пушкин впервые немножко так дерзит Александру Первому. Александр Первый в мае, перед экзаменом, приходит и говорит, ну, кто тут у вас первый? И тут же Пушкин, а у нас тут нет первых, ваше императорское величие, мы все вторые. Вот это, так сказать, начало дерзостей Пушкина. Потом будут злобные и очень злобные эпиграммы, да. И десятая глава Онегина, где уж совсем он про Александра Первого напишет нехорошо. В мае на экипировку недостаточных родителей выделено 10 тысяч тех рублей. На наши это примерно, ну, так, 14 миллионов рублей. Сергей Львович очень рад, потому что ему не надо искать деньги на то, чтобы Пушкин хорошо выглядел во время выпускного вечера. Вот счастье просто. 18-летие Пушкина справляется в мае. Перед выпускными экзаменами, да, или, наверное, во время. Приезжает Карамзин, Чаадаев, Вяземский. Все понимают, что растет что-то совершенно необычное. Необычное для России, вообще для всего. Что-то Пушкин должен сделать великое. При этом по успеваемости он четвертый с конца. 26-й из 29-ти. Учился он плохо. По сути, по-настоящему, он будет, начнет учиться в Михайловском, когда будет один, когда и в карты не с кем поиграть, и темно, и по телевизору, как мы говорим, ничего хорошего нет. Что делать? Вот книжки читать. Он будет читать Библию, он будет читать Шекспира. Вот это будут его университеты. И он едет в Петербург, закончив экзамен. Вот начинается второй период. Большой второй период с 17-го по 20-е годы. Это период дерзости. Период хулиганства. Период его, как я говорю, перформансов. Период молодости, которая должна перебеситься. И она это у Пушкина молодость и делает. Пушкин был молодым за нас, за всех, наверное. Он радовался этой молодости, но и все в себя впитывал. Вот он как губка. Он прошел этот период. Нам кажется, что он ветрен, легкомысленный. А повторяю, а на самом деле он все впитывает. Я вот приведу несколько примеров. Вы, может быть, со мной согласитесь. И он обрастает знакомствами. Александр Сергеевич Пушкин. Это самая плодотворная пора с точки зрения обрастания знакомствами. Потому что, по сути, сколько у нас за жизнь знакомых остается. Можно на самом деле посчитать. С какими людьми нам было бы приятно выпить вина, поговорить. Их не так много. А у Пушкина было очень-очень много. Смотрите, город обрастает новыми зданиями, соборами. Пушкин обрастает новыми знакомствами. И вот одно из знакомств. Это вот это. Два Александра Сергеевича. Грибоедов тоже поступает в коллегию иностранных дел. В том же июне вот они впервые встретились. С другой стороны, работа. Какая может быть работа, если здесь Петр Каверин, с которыми они хулиганят, пируют. Пушкин спорит с Каверином, что он выпьет бутылку рома и останется в сознании. Выпил бутылку рома и демонстративно, видимо, так уже плохо стоял на ногах, но выпрямил мизинец и согнул. Значит, соображает. Пушкин выиграл пари. И, конечно, это дерзкий период. Вот его первая эпиграмма на этого человека в центре Алексея Рокчеева. Всей России притеснитель, губернаторов мучитель. Ну и так далее. Сразу, раз вы пишете эпиграммы, вы становитесь модными у офицеров. А боевые офицеры тогда – это вот элита общества. Еще одну он написал эпиграмму на Александра Голицына. Александр Голицын был начальником Александра Тургенева. Он был чиновником. Разный департамент он возглавлял Голицын. Пушкин пишет на него не по годам злобную эпиграмму. Такая она совсем не детская, я бы сказал. Вот хвостовый покровитель, вот холопская душа. И что еще интересно? Александр Сергеевич деликатностью в этот период не отличался. Вот он написал злобную эпиграмму, а при этом где он вечера-то проводит? На Фонтанке 20, где живут Тургенева. А что такое Фонтанке 20? Это дом Александра Голицына. Написать злобную телеграмму и постоянно гостить в доме. Вот Пушкину это было нормально. Далее. Что значит еще ветренность? Вот смотрите. Пушкин все время был в разном настроении и в разных позициях. Сегодня он вот либерал-либерал, завтра он патриот-патриот. Сегодня он ругает правительство, завтра он ругает Запад и наоборот хвалит все здешнее. Вот как будто действительно ветер дует. Но может быть действительно Пушкин пробовал. А вот так, а вот так. А что происходит с человеком? А как вообще? Я потом расскажу, что для него на самом деле вот эти позиции, они были не главные. Но образуются очень смешные эпизоды. Например, у Пушкина настроение, когда надо хвалить все здешнее, громить Запад. Вот он приезжает на Фотанку 20 и громит Запад. А ему Александр Тургенев говорит, что, Саша, ну ты перед тем, как громить Запад, ты бы хотя бы съездил в ближайший иностранный порт Любек. Вот он находится, взял бы, съездил туда-обратно, посмотрел бы там и уж потом громил. Очень понравилась Пушкину эта шутка. А вот брат его, знаменитый Николай Тургенев, его укорил в другом. У Пушкина было второе настроение, когда он ругал российское правительство. Пушкин ругает, ругает, а Николай Тургенев ему говорит, Саша, ты же деньги-то получаешь от правительства, которое ругаешь. Но не вяжется это. Ты подумай. А вот это Пушкину уже не понравилось. И он вызвал Николая Тургенева на дуэль. Но тут же извинился, что был слишком горячим. Вот такая молодость Пушкина. Он ругается с отцом, потому что отец дает ему мало денег. У Пушкина даже не хватает, как мы бы сказали, на такси. И из центра на фонтанку 185 приходится идти пешком. А однажды они гуляли в компании в общей, в том числе и с отцом. И Пушкин, по набережной Невы гуляет, и Пушкин стал демонстративно. У него было немножко таких золотых монет, мелких. Стал кидать их в воду, чтобы раздразнить отца и всем говорить. Вот как красиво падают золотые монетки. Смотрите. Асик Львович был прижимистым. Он, конечно, очень разгневался. А если сегодня с аквалангом пройти по дну Невы, то там будут золотые монетки, брошенные Александром Сергеевичем Пушкиным. Имейте в виду. В начале июля Пушкин подает прошение об отпуске. Смотрите. Он две недели как на работе и подает прошение об отпуске. Я думаю, что если бы в наше время кто-нибудь так сделал, даже бы не поняли, а что человек вообще в своем уме. А тогда разрешили. Пожалуйста, в отпуск. Да, ради бога. Пушкин едет в Михайловское. И там продолжает вести себя засорно. Как вы знаете, вызывает своего родственника, Ганнибала, дядюшку на дуэль. Потому что они партнершу по танцам не поделили. Потом он уезжает, узнав, что Александр I издал указ о том, что все лицеисты награждаются в размере оклада. Что такие подъемные. Видите, как заботились о, так сказать, элите молодежи. Там, значит, Пушкину 700 рублей ждали. Он скорее едет в Петербург. Но на память Дубравым пишет свое знаменитое стихотворение. От вас беру воспоминания, а сердце оставляю вам. Приезжает в Петербург и знакомится вот с этим человеком, Константином Батюшком. Я думаю, что это был тогда первый поэт России, Константин Батюшков. Вот на тот момент. Только что вышли его сборник, двухтомник, его стихов. Все-таки Жуковский больше переводил. А Батюшков, вот он был вот поэт. От него Пушкин очень много научился и взял. Но это уже другая тема. Он знакомится с Раевскими. И вот с этими девушками он потом в Южной ссылке будет весело проводить время, будет влюбляться. Вот идет пора знакомств. И знакомится он у Карамзиных вот с этой дамой. Она, ее звали Ночная княгиня, потому что ей в молодости цыганка нагадала, что она покинет этот мир ночью во время сна. И она стала спать днем, а ночью на миллионные тридцать, устраивая салон, принимала там вот друзей, поклонников, одним из которых был, наверное, Пушкин. Карамзин писал, что кажется, он в эту пифию влюблен. Ну и вот известны его строки. Я думаю, вы можете прочитать. Это было время, когда в Москве вот этот человек, впервые Иван Якушкин, предлагает убить царя и себя в качестве цареубийцы. Кстати, на самом деле, ну, конечно, нехорошо это, но Якушкин один был из трех декабристов, декабристов, которые реально что-то делали для своих крестьян. Вот делал Николай Тургенев, делал Михаил Лунин и делал Иван Якушкин. Они пытались сделать их жизнь лучше. Практически число декабристов таких можно пересчитать по пальцам руки одними. Из них был Якушкин. И вот, смотрите, дальше то, что я начал говорить про то, что вот эта идеологическая позиция, которую человек вывешивает, я либерал, я патриот и так далее, для Пушкина не очень была существенна, потому что он одновременно дружит и с декабристами, и с государственниками. Он абсолютно нормально общался с Алексеем Орловым, который сменит Беккиндорфа в 45-м году на посту начальника третьего отделения. А абсолютно нормально он общался с Александром Чернышевым, который будет военным министром в течение аж 20 лет. Общались они в основном в театре, но получали удовольствие. Пушкину не важно было, что он человек, лозунги какие говорит, ему важно было внутрь посмотреть, по сути. А что там внутри у человека? А есть ли изюминка? А есть ли что-то интересное? Наверное, есть. А какой у него опыт жизненный? А можно ли оттуда что-то взять для каких-то будущих текстов? Вот что интересовало Пушкина. Поэтому он мог дружить и с этим лагерем, и с тем лагерем. Недалеко от дома Клокачева находился благородный пансион педагогического института. Напротив, вот сейчас там клиника высоких технологий Пирогова, а еще чуть от города, фонтанка 160, по-моему, 4, вот был этот благородный пансион, то есть по диагонали от дома Клокачева. И туда поступает брат Лев Пушкин. Естественно, Александр Сергеевич туда часто ходит, и там он знакомится вот с этими двумя людьми. Ну, это понятно, Михаил Иванович Глинка. А вот в центре Сергей Соболевский, я его называл в этих своих статьях, «Медиатором эпохи». Что это значит? Он умел всех разводить, когда все ругались страшно. Он умел всех сводить. Вот он удивительным был человеком, наверное, единственным. Он, благодаря ему, Пушкин избежал дуэли с толстым американцем. Вот он умел как-то, умел договариваться. Это удивительный талант. Ну, понятно, что он был и библиофилом, и многое собирал и сделал для библиотечного дела, но вот такой был человек. Я думаю, что если бы Соболевский был в Петербурге в январе 1937 года, скорее всего, Пушкин остался бы жив. Но Соболевский был в Париже. Интернета тогда не было, электронной почты. Сообщить ему, приезжай, было никому, да и никак. Вот Сергей Соболевский. Как-то, приезжая в экипажа вместе с Каверином около вот этого здания Михайловского замка, они беседовали и Кавериному говорили, слушай, так а чего ты не напишешь-то какое-то стихотворение про вот этот замок? Посмотри, там же у всех история, во-вторых, ну, тиран, вообще как-то, ну, интересно же, что ты? Давай, давай. Они, это буквально напротив, да, Фонтанка 20, вот Фонтанка 20, дом Александра Голицына, где жили Тургеневы. Это я снимал, была выставка этим летом в Михайловском замке, вот я оттуда снимал вот это. А Пушкин будет стоять вот здесь у окна и смотреть, наоборот, туда. И он начнет, вот, вольность, половину напишет как раз здесь у Николая Тургенева, а вторую половину ночью у себя в комнатушке. И вот эта, вот, вольность, я думаю, принесет ему действительно славу. Тирана мира трепещите. Это было очень-очень, вот он попал в точку. Когда Пушкин бывал в Садском селе, вот, у гусар, я говорил, наверное, он немножко по-хорошему завидовал, что гусары цитируют все время Дениса Давыдова. Сабля, водка, конь гусарский, вот они выпьют и начинают. Это значит, вот надо так написать, наверное, думал Пушкин, да, мы гадаем, конечно, чтобы тебя цитировали вот все-все люди, вот эти боевые, молодые, а что надо для этого сделать? Вот он пишет эту вольность, довольно длинную, но она разбирается на цитаты, и Пушкин становится очень-очень знаменитым. В конце 1917 года первая болезнь поэта. Вот Пушкин в Петербурге всегда болел зимой. Он начинал болеть, как правило, в конце января и к марту поправлялся. В чем прелесть болезни? В том, что наконец-то у этого ягазы, энерджайзера, непоседливого Пушкина, появляется время почитать. Он прочел за время болезни восемь томов Карамзина «История государства российского». Есть время взяться, как следует, за Руслану Людмилу, потому что все время какие-то балы, вечера, что-то надо учудить. А тут вот лежишь, за этим следят родители, за этим следит дядька Никита Козлов, и никуда не деться. И далее идет такое очень примечательное событие во время болезни. Вот вы знаете, что наши учебники истории, они все время меняются. Не уверен я, что они становятся лучше. Они такие очень технические. Не могу сказать, что интересные. А еще, наверное, можно сделать другие учебники истории, где будут совершенно удивительные события, которыми тоже полна была наша история. Вот, смотрите, поклонница Пушкина хочет к нему пробраться в дом. А ее не пускают, потому что слугам было сказано, женщин точно не пускать. Что делает эта Елизавета Шотшедель? Вот она вошла в историю. Видите, я ее сейчас говорю, прошло 200 лет. Она переодевается гусаром и проходит, потому что гусара нельзя не пускать. Он же у нее сабля, наверное, есть, если что, и слуги пускают. Вот. Вы видите, не только в Отечественную войну с Наполеоном Надежда Дурова переодевалась гусаром. Еще вот Елизавета Шотшедель. Вот так она вошла в историю. Она пришла к Пушкину. И Пушкин автоматически, но не мог он не отреагировать. Он пишет, конечно, стихотворение. В минуты мрачной болезни роковой тыль дева нежная стояла надо мной в одежде воина с неловкостью приятной. Вот смотрите, словосчитание с неловкостью приятной мог, наверное, сказать только Пушкин. Мог чуть-чуть, наверное, батюшков, но это уже Пушкин. С неловкостью приятной. До него так никогда на русском языке никто даже не мыслил. А вот пришел Пушкин. В марте все радуются выздоровлению Пушкина. Приезжает с Украины Дельвик, и они, им надо что-то учредить, естественно, молодые. Что они делают? Они переодеваются простолюдинами и идут в харчевню для бедных. Эта харчевня находилась в Толмазовом переулке, ныне переулок Крылова около публичной библиотеки. И они там, во-первых, смотрят, им интересно, и себя вот так проявляют. Я думаю, Пушкин тоже мотает все на ус. Обратите внимание, кто делал то же самое в истории искусства? Питер Брегель. Вот точно так же, на самом деле, они идут по пути Питера Брегеля, потому что, чтобы узнать крестьянскую жизнь, он переодевался к крестьянинам, заходил в трактир, садился в уголок незаметно и наблюдал за танцами, за песнями, за жестами, за выражения лиц. Это было ему интересно, чем смотреть на чопорных аристократов. И отсюда его картины. Вот, на самом деле, Пушкин и Делик шли по дороге Питера Брегеля. Жуковский получает от Пушкина его послание в стихах и пишет Вяземскому, что он мучает меня своим даром, как привидение. Все чувствуют, что Пушкин всех опередит. Вот еще немножко, и Пушкина будет просто не догнать. Вяземский отвечает, а за его фразу в дыму столетий он бы отдал, не знаю что там, зуб, ногу, руку. И самое интересное, что Пушкин, когда набело уже выносит это стихотворение, убирает это словосочетание. Для Пушкина это было что-то проходное. Впрочем, может быть, он просто подарил это выражение Вяземскому. Вот на память. Вот ему столетий. Пускай радуется. Пушкин посещает театр. Это отдельная такая история. Значит, театр тогда был не совсем как сегодня. Во-первых, там сначала шла драма, потом шел балет, потом, возможно, опера. Кроме того, вот портер театра предназначался как для встречи. Это просто было лобное место, где люди обменивались мнениями, где завязывали знакомства, где появлялась влюбленность и где вызовы на дуэль. То есть это было что-то интересное. Иногда то, что происходило в портере, было гораздо интереснее того, что происходило на сцене. И вот я насчитал шесть перформансов Пушкина в театре. Я думаю, что ждали, что сегодня выкинет Пушкин в портере. Вот давайте посмотрим. Это, естественно, Истомина. Первый такой, на мой взгляд, перформанс – это апрель 1918 года. Пушкин встает на стул. Ну, вообще так не очень хорошо на стул вставать в театре. Я думаю, что еще и действие шло. Да какая разница Пушкин? Опять-таки деликатностью не отличался. И кричит на весь театр. Теперь самое безопасное время. По Неве лед идет. Для тех, кто не понял, он еще раз кричит. И, наконец, люди начинают понимать, что имеется в виду, что можно делать что-то вольнодумное, потому что в Петропавловскую крепость по Неве, по льду уже вас не поведут. И есть шанс что-то сделать такое свободное. Вот так себя вел Пушкин в театре. Это его первое такое вот выступление. Первый вызов на дуэль. Нет, наверное, второй. Если дядю там он первый вызвал, это уже второй. Одноклассника Модеста Корфа. Потому что Корфы жили в том же доме. Я не очень понимаю, почему. Вообще говоря, они были бароны. Домик-то такой был для небогатых. Ну, вот жили и жили. И Корф, то ли он ударил дядьку Пушкина Никиту Козлова, то ли толкнул. Пушкин возмутился, вызвал на дуэль, но Корф вот гордо отказался. То есть вот дерзкий взрывной характер Пушкина. Идет период дерзости. И Батюшков пишет в это время Александру Тургеневу, не худо было бы его запереть в Гетингеме, Александра Сергеевича, кормить года три молочным супом и логикою, как невелик талант сверчка, а он его промотает. Они уже опасаются, да, что вот куда-то денется вот это что-то великое, что он променяет его на какие-то мелочи. Пусть не осенью Батюшков, первый поэт на тот момент России, хотя уже и сомнительно, что он первый, уезжает в Италию. И проводы в царском селе. Вот царское село оказалось местом проводов великих русских литераторов, потому что через царское село шла дорога на юг России и в Европу. Те, кто не хотел ехать на корабле, они вынуждены были все равно проезжать в царское село. Вот проводы Батюшкова. Там и Пушкин, и даже Михаил Лунин, многие-многие через 10 лет будут провожать Грибоедова. На смерть Грибоедова. Кстати, Батюшков, в общем, уже не вернулся, можно сказать, потому что он тяжело заболел, вы знаете. Приехал уже такой Батюшков, что с ним общаться было невозможно. Тоже вот такое место, с другой стороны. Трагичное, да, проводы в царском селе. Карамзины живут теперь на фонтанке. Да, это он знакомится с Боротынским и Давыдовым. Да, и вот что я скажу про память-то. Я что вам хотел сказать про память Пушкина? Давыдов рассказывает Пушкину просто, ну как, вот бьют шампанское и рассказывает, ой, я тут с Нарышкиной, Давыдов говорит, да, общался. И вот передает ему разговор в свой с Нарышкиным. Вот вы заметите, это 1818 год. В 1800, так мне бы не ошибиться, в 1931 или 1932 году выходит пиковая дама, где эпиграфом ко второй части вот этот разговор с Давыдовым, только на французском языке. А представляете, Пушкин это запомнил. Вот он все это время помнил, баз данных компьютерных не было, он никуда не заносил, на бумаге тоже, скорее всего, не писал, он все это помнил. И потом он выдает это уже в виде текста. Вот так это было у Пушкина. Так. Ну, такой, можно сказать, перформанс в театре второй. Он ссорится с коллегским советником Перевощиковым. Вот мне понравился ему, я не знаю, правильно ли я ставлю ударение фамилии, чем-то, Перевощиков, и он встает ему вот так прямо и загораживает видимость, а там идет действие вообще, а вот так Пушкин встает перед ним и с кем-то общается через третий ряд. А вот как у тебя? А там играют Гамлеты, например, да? Пушкин-то важнее. Естественно, Перевощиков ему делает замечание раз, делает замечание два, а Пушкин ему в ответ, вот он провоцировал людей, да? А вот ему само было интересно, а что будет? А как люди отреагируют? А как люди вообще реагируют на такое? Значит, кончилось это тем, что полиция прислала, как мы говорим, телегу на работу Пушкина, где он редко появлялся, в коллегии иностранных дел. Пушкину вынесли строгое замечание. До дуэли дело не дошло. Перевощиков был штатский. Значит, и буквально в этот день или на следующий Пушкин пишет к Чиадаеву. Вот он почувствовал силу, потренировался на коллегском секретаре Перевощикове и пишет знаменитое свое стихотворение. Конечно же, вот тоже будут цитировать все, 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 да? Товарищ Верь, зайдет она. Значит, вот Лотман пишет, что я не понимаю, почему Пушкин написал, напишут наши имена. Вот обломки самовласти, это понятно? А что они сделали-то, Пушкин или Чиадаев? Они же еще ничего не сделали. Почему вдруг будут писать наши имена? Вот он такой вопрос ставит. Это как бы они очень сильно прогнозировали будущее. Но, тем не менее, это хит. Это хит. Его все знают, это стихотворение. Оно очень хорошо учится. Даже в школе, по-моему, было обязательным у нас. Петр Плетнев спрашивает у Федора Глинки, который является председателем Вольного общества любителей российской словесности. А почему вы не примете Пушкина? Он же уже все, он же первый уже. На что Федор Глинка отвечает? Что овцы стадятся, а лев ходит один. Не надо мешать Пушкину. Он сам знает. Если он попросится, конечно же, примет. Он сам знает, что он делает. Фонтанка 101. Вот смотрите, Карамзины жили на Фонтанке 25. Вот там Пушкин познакомился с этой самой пихией. Все селились на Фонтанке. Фонтанка 20, Фонтанка 25, Фонтанка 185 Пушкин, Фонтанка 101 Оленины. Вот Фонтанка была местом, где селились очень знаковые люди в Пушкинский период. Елизавета Марковна Оленина, хозяйка салона, Фонтанка 101, он там. И племянница ее Анна Петровна Керн. Пушкин, как только ее увидел, тут же заболел. Видимо, от неожиданности. Но это была зима 19-го года. Организм Пушкина знал, что надо зимой в Петербурге болеть. Так, вот он. Это его стихотворение. Вяземский пишет, что болезнь пригвождает Пушкина и к постели, и к поэме. Действительно, Пушкин дописывает Руслана и Людмилу. Карамзин пишет, Пушкин вылечился музами. И здесь у него появляется первое желание пойти на военную службу. Потому что нужно подвигов, он чувствует себе вот эту энергию. И ему хочется, а как вот это в атаке? Вот я на лошади, у меня сабля. Вот что я чувствую? А что они чувствуют? Все надо испытать в жизни. Хочет очень он на военную службу. Но, слава Богу, здесь он на военную службу не идет. Хотя он даже с Алексеем Орловым пытался уже договориться. Потому что его заинтересовало общество «Зеленая лампа». Его там действительно очень понравилось. Он даже забыл, что он хотел на военную службу. Сабли на лошади-то. Очень как-то он сдружился с ними. На театральной площади была квартира Всеволожского. Потом, во время Южной ссылки, вот Пушкин будет горевать, вспоминать, горишь ли ты, лампада наша. Но думаю, что она уже не горела, тем более без Пушкина. Пару слов о Никите Всеволожском. Удивительный был человек, богатейший род. Первую часть жизни они с братом пытались делить наследство. Наследство огромное. Соливарни, заводы, фабрики, каменоломни, леса, угодья. Ну, очень было богатое семейство. И вот все то, что нажито было непосильным трудом предкам, досталось кредиторам. Потому что Никита Всеволожский, это, видимо, в Пушкинскую эпоху, первый по расточительности. Вот если, так сказать, первую тройку составлять, где-то там будет Вяземский, но с большим отрывом Вяземский. А Никита Всеволожский первый. Его долги в 10 раз превышали долги Пушкина, о которых мы говорим, что они были страшными. А Никита Всеволожский, я переводил на наши деньги, более 2 миллиардов задержал. 2 миллиардов нынешних рублей. При этом он, как мы говорим, ну, жил как жил. Не сильно парился. Писал, выдавили, переводил. В 40-е годы он устраивал фантастические гастрономические обеды на 120 человек. Ну, понятно, почему разорился. И при том он все это делал с каким-то остроумимым вкусом. Вот он гастрономические изыски приправлял словесными транспарантами. Вот мы привыкли, помните, транспаранты решения 24-го КПСС «Жизнь». А у Никиты Всеволожки на обеде было написано, примерно на таких же транспарантах, «Картофель-мягкий воск в руках хорошего повара». На другом написано, десерт без сыра все равно, что кривая красавица. Ну, как-то вот так проходили обеды у Никиты Всеволожского. И умер этот представитель, никогда преуспевающего рода, в долговой тюрьме города Бонна, Германия. Вот так закончилась печальная эта история. Однажды Пушкин проиграл Всеволожскому в карты рукопись своих стихов, последних ценных. Потому что денег у Пушкина не было, надо было на что-то играть, но не просто ж так. И решили оценить эту рукопись в тысячу рублей. Пушкин ее поставил и проиграл. Потом он ее выкупит у Всеволожского, когда заработает свои первые тысячи рублей на гонорары. Пушкин напишет ему «Прости, счастливый сын Перов, балованный дитя свободы». Ну, вот таким он был, да, балованный дитя свободы Никита Всеволожский. И Александр Сергеевич напишет послание стихотворно еще троим членам «Зеленой лампы». Они не на слуху имена, просто вот настолько ему это все там, он настолько себя-то будет хорошо чувствовать. И вот столько много он этому поспятит. Далее в марте произойдет событие следующее. Немецкий студент, очень нервный, странный, член революционного кружка, убивает немецкого же писателя, кстати, многодетного Августа Кацебу. Вот решили, что так будет для немецкой, ну тогда я не знаю, что там была революция или просто преобразование, лучше. Естественно, Пушкин принимает в сторону Карла Занда, потому что, ну это, молодые, должны себе прокладывать дорогу. И пишет очень злобную эпиграмму на Александра Стурдзу, такого очень мягкого, мирного человека. И вся, так сказать, его, была примечательность для Пушкина со знаком минус в том, что он, работая с императором, написал для Ахенского конгресса достаточно мирную, аккуратную бумагу, что надо бы немножко ограничить свободу слова в немецких университетах. Потому что вот это все приведет, а на самом деле и привело вот к убийству этого Кацебу. Пушкин же, вот он своей очень злобной эпиграммой Александра Стурдзу закрямил, и с тех пор его считают вот консерватором-консерватором. То есть вот слово Пушкина, оно было небезопасное, и он мог немножко иногда промахнуться, как мне кажется в этом случае. Он там пишет, холоп венчанного солдата, кстати, это про Александра Первого. «Благодари свою судьбу ты стоишь лавров Герострата и смерти немца Кацебу». Ну, в общем, такая воинственная эпиграмма. Перед своим двадцатилетием Пушкин заболевает горячкой. Природа этой болезни очень интересна. Пушкин на крыльце ночью стучится в дверь девицы легкого поведения, льет сильный дождь, Пушкин мокнет, а девица его не пускает, потому что она болеет и боится заразить Пушкина. Вот такая очень сложная комбинация. Все стараются для русской литературы, чтобы ей не навредить, но Пушкин заболевает горячкой. И врач ему говорит, что надо бриться на лысо. Вот вы представляете, вот эти бакенбарды, вот эту шевелюру, Пушкин впервые в жизни, единственный раз с ними расстался. Он ждет, что волосы будут отрастать. Волосы не растут. Он едет в Михайловское, думая, что там теплее, волосы будут растут лучше. А они все равно не растут. Вообще неизвестно, на что влияет рост волос у нас. Зато потом он приезжает в Петербург и понимает, как этим своей лысиной можно воспользоваться. Он делает себе парик, который имитирует его старую шевелюру. Он идет в театр и далее следующий его замечательный перформанс в Петербургском театре. Он приходит после долгой болезни, еще плюс Михайловская, к девушке. Девушке вокруг него тут же, Пушкин, Пушкин, что вы написали? Пушкин, скажите. Пушкин так говорит, написал, ну да, да, написал. Шутка тут жарко. Девушки, Пушкин, правильно, жарко, что вы написали? Сейчас, сейчас, подождите, как-то и душно. Правильно, Пушкин, душно, что, что же вы? Сейчас, подождите. И берет парик, снимает его и начинает обмахиваться как веером. Вот все эти девушки упали в обморок. Кто-то даже сломал себе руку, потому что это было очень неожиданно. Увидеть лысого Пушкина. Зрелище, я думаю, совершенно невероятное. Вот так развлекался Пушкин. Потом в течение месяца везде рассказывали, как Пушкин обмахивался своим париком, как феером, и как девушки бедные падали в обморок. Ну, вот дальше. Трагические события в Чугуево. Там военные поселенцы пытались восстать против тяжелых мер. И это было подавлено. 20 человек потом погибло, не выдержало вот этот строй шпицрутонов. И Пушкин пишет очень острую и небезопасную эпиграмму. Вот кинжал вот этого Занда все время у него проходит в его этих эпиграммах. Так, да? Здесь же знаменитая дуэль с Кюхельбекером, но я не уверен, что это реальность, а не очень остроумная красивая выдумка. Вот по мне так это скорее больше текст, чем реальность. Вы знаете, что Пушкин написал остроумнейшую эпиграмму и Кюхельбекерно, и тошно. Кюхельбекер очень обиделся, вызвал Пушкина на дуэль. Это очень маловероятно. Причем почему-то Дельвик был секундантом Кюхельбекера. Это уж совсем невероятно. Тем не менее, вот считается, что Пушкин сказал Кюхельбекеру, точнее Дельвику, что ты, Антон, лучше стань на мое место, потому что здесь-то безопаснее. Смотри, как у него рука входит, так он скорее в тебя попадет, чем в меня. От этого Кюхельбекер еще больше разволновался и действительно, как это говорится, прострелил фуражку Дельвика. Ну, я думаю, что это скорее Голливуд, чем реальность. Но очень остроумно, если они это и придумали, то сделали очень остроумно. Следующий перформанс в театре. Пушкин должен был подъехать к началу спектакля, со многими договорился, все ждали, а он опоздал. И в качестве компенсации опять он, может быть, вскакивает на стул, может быть, просто говорит громко, неважно, что там идет на сцене, Гамлет или Магбет. Пушкин рассказывает, и все уже слушают Пушкина. Что он рассказывает? В царском селе он говорит, медвежонок, вы знаете, да, почему-то я опоздал. Возможно, выдумал. Пушкин сорвался с цепи и бросился в парк, а там гулял Александр Первый. И они могли друг с другом оказаться с глазу на глаз. Но вы представляете, нашелся один добрый человек, да и тот медведь. Очень так небезопасно шутит Пушкин. И вы понимаете, что все это сходит пока что ему с рук. Осень 19-го года Пушкин в доме у Шаховского знакомится с Федором Толстым-американцем. Знаменитый бритер, знаменитый картежник. Вот его портрет в молодости. И Пушкин играет, конечно, с ним в карты и замечает, что Толстой мухлюет, передергивает. И говорит ему об этом прилюдно. Толстой-американец говорит, что я знаю, что я передергиваю, но я не люблю, когда мне это прилюдно замечают. Пушкин это запомнил, Толстой это запомнил. И в конце года распускает слух, как вы знаете, о том, что Пушкина вызвали в секретную канцелярию Министерства внутренних дел и высекли. Злопамятный был Федор Толстой-американец. Пушкин, конечно, в шоке, потому что слух, он и сегодня-то, в общем, неприятно. А тогда слухами, собственно, люди жили. Интернета же не было, телевизора, радио, ничего не было. Вот это слухи, а ты знаешь что? И люди верили. Люди верили на слово. Люди были доверчивыми тогда, гораздо более доверчивыми, чем сегодня. И Пушкин пишет на него злобную эпиграмму. Толстой в ответ. И дело идет к противостоянию и к дуэли. Ну, вот, как я уже говорил, Соболевский в итоге их все-таки развел. Спасибо ему. Ну, а пока Пушкин в компании с Никитой Всеволожским посещает гадалку Кирков. Эта замечательная гадалка через 12 лет или 11 нагадает и Лермонтову. Вот у нее гадал сначала Пушкин, а потом через 11 лет гадал и Лермонтов. Удивительное тоже, видите, совпадение. Она Пушкину нагадала следующее, что он буквально вот в ближайшее время, они сказали, когда получит деньги неожиданно, Пушкин сразу стал смеяться, что он понимался. Во-первых, деньги не задерживаются, во-вторых, они появлялись только в результате оклада или чего-то такое. Дальше она говорит, будут у него два изгнания и смерть от белокурого человека. Ну, Пушкин пропустил мимо ушей, хотя он мимо ушей ничего не пропускал. На самом деле, все это ложилось в его сознание. Приходит он домой в свою комнатушку, а Никита Козлов, дядька его, дает ему все деньги. Пушкин не понимает, что это такое. А тут был ваш этот одноклассник, сейчас помню фамилию, это Ко-Ко-Корсаков, что ли? Корсаков, Корсаков. Вот он сказал, что это какой-то карточный долг, вы там в лице играли, боже, сохранив карты, а сейчас он срочно, ему надо в Италию, и поэтому он занес деньги. И тут Пушкин задумался, что не все так просто, а может эти предсказания-то и сбудутся. Следующий перформанс в театре с майором Денисевичем. Пушкин сидит рядом в этот раз с майором Денисевичем, нравится спектакль, Пушкину нет. Пушкин всем должен показать, вот все кто в театре, они должны знать, что Пушкину спектакль не нравится. Пушкин шикает на актеров громко, с кем-то общается, ну ерунда же, да, ну что они там показывают на сцене, да, посмотрите так во время действия, свистит, вот как на стадионе футбольном. В общем, Пушкин такой был бы хороший футбольный болельщик сегодня, наверное. Денисевичу все это не нравится. И, кстати, это боевой офицер, то есть это не тот перевозчиков штатский, это боевой офицер Денисевич. Значит, он ему говорит что-то неласковое, Пушкин в ответ Денисевич ему следующее говорит, он не будет молчать. И Пушкин вызывает его на дуэль. Вот этого можно вызвать, потому что это боевой офицер. И на завтра Пушкин приезжает Денисевичу на Галерную улицу, он жил с двумя секундантами. Ну неизвестно, что бы там было, потому что на самом деле Пушкин научится стрелять в Южной ссылке и в Михайловском. Он будет тренироваться каждый день, готовиться вот к дуэли с Федором Американцем. А тогда-то Пушкин, в общем, я думаю, что стрелял плохо. А Денисевич – боевой офицер. В общем, в этом доме совершенно случайно, смотрите, сколько мы уже случайностей с вами прошли. Жил, знаете кто? Иван Ложечников, писатель, автор «Ледяного дома». Вот так получилось. И он прекрасно понимал, что собой представляет Пушкин. И он уговаривает этого Денисевича забыть. Объясняет ему на пальцах, что это гений, а у гения свои вот тараканы. И надо с ним помириться, что Денисевич на удивление делает. Даже, по-моему, Денисевич извинился. Вот так Ложечников тоже умел договариваться с людьми. Все обошлось. 20-й год уже, значит, Пушкин болеет, а поправившись, знакомится вот со всеми, ну, с Луниным. Он был знаком вот с этими декабристами, а у Лунина, Лунин куда-то уезжает, видимо, в составе армии, берет на память прядь волос. Потому что Лунин был, ну, его все любили. Он был бритер, при этом он никого не убивал. Он был тоже театральный человек. Вот все свои дуэли делал, как театр. Был храбрейший человек и благородный. Вот он был один из немногих декабристов, которые что-то пытались все-таки для своих крестьян сделать. Не только декларировали, что надо бы крепостное право отменить. В конце марта происходит знаковое событие для всей русской культуры и истории. В какой-то степени даже оно, может быть, важнее, чем какие-то завоевания. Ну, территориальные или какие-то другие. Пушкин заканчивает Руслана Людмилу. Он читает Жуковскому все это. И Жуковский, как вы знаете, дарит портрет со знаменитой надписью. Победителю ученику от побежденного учителю. Вот я бы вообще день написания Руслана Людмилы делал бы всероссийским выходным. Потому что вот Пушкин вот сразу вошел в сон великих. Все, вот уже понятно, что это гений абсолютный. Потому что одно дело, стихотворение, эпиграмма, понимаете, да? А это поэма. Вот это уже, вот это все, да? Вот он, Пушкин уже здесь. Этот портрет висит, Пушкин повесил на мойке 12, на последней квартире. У него там было три портрета. Вот большой Жуковского, А на стене небольшие портреты Дельвига и Боротынского. И до сих пор он там сейчас находится, на мойке 12, на последней квартире Пушкина. Последний перформанс в театре. Все уже подходит к концу. Период дерзости, к сожалению. Веселый, хулиганистый. Да, иногда хамоватый. Но вот так вот мы, естественно, не вправе судить. Вот он такой был, молодой Пушкин. Здесь, в этом своем театральном представлении, Пушкин стал первым, кто придумал одиночное пикетирование. Вот сейчас это, ну, было, по крайней мере, модно, да, вот стоять каким-нибудь плакатом. Вот это первым делает Пушкин. Он ходит по портеру, действительно, с плакатом, молча. Плакат такого человека по фабиле Лувиль. Кто это такой? Это парижский ремесленник, бедный член такой, ну, революционной группировки, которые хотели убить наследного принца. И Лувелю, как вот в Германии Карл Занду, здесь выпало Лувелю его убивать. И Лувелю убивает при выходе с оперы герцога Берийского. Дал дослушать оперу, ведь культурный человек. И потом заколол кинжалом. Это стало известно по всей Европе, известно в Петербурге. И Пушкин, вообще говоря, сделать портрет Лувеля, а он ходил с портретом Лувеля, было очень непросто литографически. Во-первых, это было дорого. Во-вторых, его еще надо было найти, где-то сделать. Вот Пушкин все это не поленился. И, кроме того, он написал большими буквами, оставив не то что отпечатки пальцев, а личную надпись «Урок царям». Вот если так представить, ему ничего за это не было. Вот это не укладывается. Какой должен быть уровень Александровской оттепели, что вот за это вообще ничего не было. Но только сейчас уже будет все хуже. Но вот тоже такая для размышления, мне кажется, информация, что будет хуже. Потому что вот у этого человека уже накипело, Василий Назарович Каразин. На самом деле тоже все люди неплохие, все люди хорошие. Просто Каразин, он консерватор, а кто-то может больше позволить, а кто-то меньше, я бы так сказал. Каразин очень много сделал для российского просвещения. Он основал университет, ну, Харьковский, ну, и здесь он много чего хорошего сделал. А вот ему очень не нравились вот эти люди, которые здесь. Вы всех их знаете, это Боротынский, если вдруг его не знаете. Потому что он считал их литературными хулиганами. Ну, знаете, как вот строгий учитель, а эти вот такие вот они. И вот он выступает с докладом в Вольном обществе любителей словесности. И их, как мы говорим, чморит. Вот они такие сякие, вот из-за них все беды. И потом он входит во вкус и употребляет уже такое весьма сильное словосчитание «поганая армия вольнодумцев». Ну, вот, что называется, Оста понесло, да. И раскалывает он это общество вольное. Кто-то за него, кто-то за вот эту четверку отважных. В общем, весна, раскалывается лед. На Неве раскалывается общество. А Каразин пишет письмо министру внутренних дел. Ну, почти уже донос. О том, что донос на Пушкина, донос на лицей. Он пишет, что Александр Первый в этом лицее готовит себе недоброжелателей. Надо что-то делать. Ну, вот, как это? Я думаю, что не совсем донос. Потому что, на самом деле, он вроде как тоже хочет как лучше. То есть, он не злобно пишет. Он считает, что так неправильно. Но получается, что Александр Первый знакомится с делом. А там к письму Каразина уже прикладываются эпиграммы. И пушкинские, и не пушкинские. И очень злобные. Александр Первый, что называется, много интересного о себе прочитал в этих эпиграммах. Оказывается, он думал, надо же, как узнал, как люди-то обо мне. И он говорит, что надо у Пушкина у этого устроить тихий обыск. К Пушкину идет сыщик Фогель. Дает Никите Козлову дядьке 50 рублей. И говорит, что я пройду, посмотрю, какие там бумажки у Пушкина. А дядька Пушкина его не пускает. Вот молодец, какой был слуга. Честный. 50 рублей – это были приличные деньги. Но наши, ну так, 70 тысяч рублей можно загулять. Не взял. И Пушкину рассказал. Пушкин сжигает эпиграммы. Ну, видимо, на Рокчеева. Самые такие злобные. А на следующий день его вызывает Милорадович. И вот происходит случайная встреча. Вот у Пушкина очень много таких. Там я уже несколько таких случайностей говорил. И вот сейчас он идет и на театральной площади сталкивается вот с Федором Глинкой. А Федор Глинка у него адъютантом служил. И Федор Глинке ему рассказывает, как надо себя вести, что надо делать, какой юбор понимает Милорадович, а как шутить не надо. Вот он все полностью инструктирует Пушкина. И Пушкин приходит к Милорадовичу готовый и говорит, вы знаете, у меня сгорели стихи. Вот сгорели, бывает. Я думаю, что у Милорадовича Глинка знал, что-то недавно тоже горело. И поэтому Милорадович не стал смеяться, а его понял, да. И Пушкин говорит, я сейчас вам это все напишу. Да, неважно, что сгорели. Вот за 40 минут я напишу все свои стихи. И вы посмотрите там, насколько они злобные. Естественно, он не пишет эпиграммы свои. Милорадович читает. Глинка сказал, какие стихи надо написать, чтобы ему понравились. Ему все нравится, он смеется, спрашивает, а нет ли у тебя что-нибудь про сенот такое? Вот поддеть их я сегодня там буду, не люблю их. Пушкин говорит, а вот нет, пока что нет, вот уж извините. Вот, а потом Александр Первый его будет ругать. Он говорит, а что это ты с ним смеешься, с Пушкиным-то? Ты что вообще, Милорадовичу скажет император? Пушкина-то надо вообще в Соловецкий монастырь. Ты посмотри, что он пишет. Ты посмотри, что вообще происходит. Ну, то же самое Александр Первый будет говорить Энгельгарду, директору царско-сельского лицея. Он скажет, Пушкин наводнил Россию возмутительными стихами. И эти стихи знают наизусть. Что вы там у себя в царском селе, в этом лицее готовите? Энгельгард заступается за Пушкина. Все друзья начинают хлопотать. И Карамзин, и Чаадаев, все, кто может, и Жуковский. Пушкин обещает Карамзину в течение двух лет ничего не писать против правительства. Карамзин идет хлопотать. Ну, в общем, общими усилиями они уговорили Александра Первого. Он был до 20-го года договариваемый до бунта в Семеновскую полку Александр Первый. И вот коллеги иностранных дел готовят вот такое письмо, абсолютно благостное. В этом письме, которое будет направлено военному коменданту Кишиневу Ивану Инзеву, написано, что вообще говоря, у Пушкина это красота концепции, слога. Вот только анархическая доктрина. Но раскаяние поэта искренне, ну как же. И надо его вот выслать из Петербурга. На самом деле это правильно. И окружить его там добрыми примерами. Из него можно сделать, если не слугу государства прекрасного, то писателя первой величины. И еще Пушкину дают тысячу рублей на проезд. Ну и так, чтобы не скучно было во время поездки. И опять-таки, вы представляете, это после его строчек. Тирана мира трепещите. Тебя, твой трон, я ненавижу. Упрек ты Богу на земле. Это лично Александр Первый. А он все это читал. Вот такая Александровская утепель до 20-го года. Ну, в 10-й главе Евгения Онегина Пушкин совсем уже будет неласков к Александру. Позже он, вы знаете, напишет. «Властитель слабый и лукавый, пришив и щеголь враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Вот если бы он не был слабый и мягкий, а был бы сильный и жесткий, то быть бы Пушкину точно в городе Чита, в Холодной или в Соловецком монастыре. И второе. Благодаря того, что Пушкин был выслан, в том числе благодаря Александру Первому, у него появилось время, особенно в Михайловском, просто задуматься, почитать. И это был уже, станет другой Пушкин. Вот Пушкин все-таки стал Пушкиным, наверное, в Михайловском, когда он все это переосмыслил. У него появилось время, когда ему никто не мешал. Не будет ни балов, ни игры в карты, ни друзей. Он будет один, и он будет очень много чего хорошего писать. Май 1920 года. Отъезд Пушкина в Южную ссылку. Его провожает Дельвик, Павел Яковлев. Опять, видите, проводы из царского села. На краткий миг блаженство нам дано, написал Пушкин в 1817 году. Вот блаженство юности, блаженство молодости он пережил именно в нашем городе. Это город молодости Пушкина. Город его дерзкого периода. Он здесь рвал цветы веселья. Вот он сам написал такое замечательное выражение. Рвал цветы веселья. И я думаю, что он был молод за нас, за всех. Вот Пушкин. И последнее. Вот это его стихотворение, которое он написал в это время. Заканчивается второй период, период пиров, поиска свободы и главный период ощущения молодости. Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир, за столом законодатель. Где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен. Вот это уже архитектура этого периода. В двух словах буквально. С 1917 по 1920 года, вот ровно на этот период молодости и дерзости Пушкина, укладывается строительство дома Лобанова-Ростовских. Вы их, наверное, знаете. Вот это сам князь. Это его красавица-жена с редким именем, чисто русским, Клеопатра. Вот этот дом в разных ракурсах. Монферран строил этот дом так же, как Исаакиевский собор. Сваи заложены были на три метра. И ленточный фундамент до сих пор держит это здание. До сих пор. 200 лет прошло. Вот как-то достроили. Ленточный фундамент до сих пор все держит. Для Монферрана это был идеальный опыт перед строительством Исаакиевского собора. Потому что это рядом с него и болотистая почва. Надо было все рассчитать, понимать, что Монферран и сделал. Лобаново-Ростовские планировали этот дом как доходный. И сразу стали продавать помещение в аренду. И именно в этом доме появились первые инсталляции у арендаторов. Вот как будто говорились между собой два разных европейца. Там один голландец, по-моему, второй итальянец. Делают инсталляции. Причем примерно как в наше время. Вот эти 3D инсталляции, ожившие картины Ван Гога. Была такая знаменитая выставка лет 20 назад. Вот это все уже было тогда. Мы-то думаем, что это сейчас кто-то из Априлот. Вот тогда эти все оптические конструкции, они привезли и вот здесь брали за вход от 3 до 5 рублей. Уже все это показывали. Именно в доме Лобаново-Ростовских. То есть все это уже было в пушкинский период. 7 ноября, по старому стилю, происходит вот это знаменитое наводнение 1924 года. И после наводнения одновременно у нас всегда и трагедия, и какие-то остроумные анекдоты возникают, связанные с этим событием. Вот возникла байка, что некто по фамилии Яковлев началось наводнение, а он там гулял где-то. И придумал, что он забрался на этого льва, на одного, да, и переждал наводнение. Пушкин это прочитал или услышал. И вы же понимаете, что это медный всадник. Вот реальность перешла в текст. На площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, Где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, Как шивые, стоят два льва сторожевые. На звере браморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Медный всадник. Великая поэма. Александр Сергеевич Пушкина. Поэма «Нашем городе» и о Петре. Лобанов Ростовский не рассчитал и попал в дикий убыток. И он решил сделать совершенно упомощительную вещь. Он решил выпустить миллион акций по рублю. И продать этот дом каким образом? Одна акция будет выигрышная. Кто выиграет, купит эту акцию за рубль, Тот будет владельцем этого дома. А он получит миллион. Такая у него была безумная идея. Николай Первому сказал, Ты что вообще творишь? Я тебе выплачу миллион рублей из казны, Только передай мне свою уникальную библиотеку. И они сошлись. То есть дом перешел в государственное пользование. А в 20 веке там была, если вы помните, 239-я физмат-школа. Ныне самый, наверное, сильный математический лицей. Потом проектный институт, А сейчас там лицей. Закончился второй период Пушкина. Не знаю, устали вы или нет, Но сейчас будет уже не так много. Основной период все-таки это вот этот, Петербургский, да, с 17 по 20 год. Третий период – это Пушкин, май 1927 года. Пушкин приехал, поселился в гостинице «Димут», Обедает у родителей, Снакомится с женой Дельвига Софьи. И он на пике славы. Почему? Ну, потому что, во-первых, действительно, Стихи такие, но не только это, Потому что популярность – Это не всегда зависит от качества чего-либо. Вы же понимаете, да, Это просто модно должно быть. А Пушкин был модный. Потому что он опальный, с одной стороны, Он же был в ссылке. Потому что он пишет и дерзкие стихи, И любовные поэмы, да, Южные поэмы. Там же и про любовь. Вот. И кроме того, он еще встречался с императором, И император назвал его самым умным по России. Вот смотрите, как много всего. И Пушкин на гребне славы. Вот это пик его славы. 27-й, 28-й, 29-й год. Потом пойдет спад. Потому что, ну, нельзя быть модным долго, да. Все приедается, к сожалению. Публике нужно что-нибудь новенькое, свеженькое. Нужно какое-нибудь молодое, зорное. И она вот ведет себя таким. Это, наверное, естественно. Не потому что публика плохая, Потому что это естественно. Потом будет спад. Но сейчас, 27-й год, это пик его славы. Пушкин ездит по обедам, читает свои стихи, Читает на вечерах. Что он читает? Бориса Годунова, конечно. Я вообще не очень представляю, Как после ужина такая вот публика, Может быть, не очень такая филологическая, Выслушает полностью текст Бориса Годунова, да. Но это, может быть, мы не привыкли. Мы-то сейчас привыкли к телевидению, к фильмам, К сериалам, да. А тогда-то этого не было. И вот люди спокойно поели, выпили И послушали всего Бориса Годунова В исполнении автора. Вот так удивительно. Кстати, до него вот такая слава была у Грибоедова, Потому что в 1923-1924 году Грибоедов читал «Горе от ума». Точно так же. На обедах, вот как мы сейчас приглашают на корпоративы Звезд эстрады, да. Вот тогда приглашали Грибоедова. Посидели, выпили и под кофе, и сигареты Грибоедов читает, но тоже полностью горе. И от ума. Вы так, прикиньте, объем текста, который должны Вот эти люди, которые выпили Мадеры, Хорошо поели, выслушать, не заснуть. Потому что если ты заснул, то как ты вообще? Ты что же? Ты вне тренда. Вот. А теперь Пушкин. И, конечно, глава Евгения Онегина. То есть, вот, наверное, он выбирал, Для какой аудитории читать Бориса Годунова, А для какой Евгения Онегина. В Петербурге становится жарко, потому что лето. И, как удивительно, многие едут в Ревель. Едут туда Крымзины, едут родители Пушкина, Едут туда Дельвиги. Дельвиги. А Пушкин остается в городе. Он берет уроки фехтования у такого грязи знаменитого учителя фехтования. Это фитнес Пушкина. Он очень любил фехтование. А на самом деле фехтование, Вы там должны вот так вот стоять. Вот это ноги на ноги нагрузка, на резкость нагрузки. Это очень хороший фитнес. Фехтование. И Пушкин был очень спортивный. У него очень была хорошая спортивная форма. Она ему еще и нужна, эта форма, чтобы отбиваться от цензоров. Потому что докучают по страшному. Вот странно, несмотря на то, что вроде он договорился с царем, это Пушкин, наверное, так думает, что цензором будет царь, его постоянно докучают по каким-то мелочам. И Пушкину это очень сильно раздражает. Андрей Шинье вот ему приписывают, вызывают все время. Пушкин должен объясняться. И прицепились, как мы говорим, прикопались даже к виньетке на титуле поэмы «Цыгань». Потому что на этой виньетке изображена змея. Но это уже как-то нехорошо. Изображен кинжал. Но это вы меня извините. И разорванный лист бумаги. То есть ему вообще приписывают организацию нового восстания декабристов, наверное, вот за эту виньетку. Ну, в общем, может, это и забавно, но Пушкину, наверное, смешно не было. Он уезжает от цензоров в Михайловское. А на обратном пути происходит еще одна случайность. Знаменитая встреча. Пушкин в деревне Залозы, это между Псковом и Лугой, выбегает из трактира, недовольный собой, потому что очередные деньги в карты проиграл, не может себя удержать. И ведет, ведут арестантов каких-то. Пушкину все интересно. Смотрит, смотрит. Какой-то худой, бледный. А это Кюхельбекер. Вот Пушкин в последний раз в жизни встретился с Кюхлей, с Вильгельевым Кюхельбекером. Под впечатлением этой удивительной случайной встречи Пушкин пишет, наверное, самое трогательное стихотворение лицейского цикла «Богу помощь вам, друзья мои». И приезжает в Петербург, где идет на именины к Дельвигам. У Пушкина с собой череп, порона Дельвига, который дал ему Вульф в Михайловском. И стихотворение «Череп». И Пушкин, так сказать, вот там делает свое представление. Он в этот череп наливает вино, пускает по кругу, а сам читает стихотворение. Вот такой театральный спектакль сделал Пушкин. Интересно, что, смотрите. Пока Пушкина не было, Дельвиги сдружились с родителями Пушкина. Вот мы говорили, что Плетнев на 25 лет был младше. А Дельвиг-то еще младше. Он ровесник Пушкина. Дельвиг младше Сергея Львовича на 32 года. И они ходят, они дружат с семьями. Вот я повторяю, наше время, наверное, просто это не бывает. Абсолютно это было нормально тогда. Потому что они поэты, потому что они остроумны, потому что им интересно вместе. И все, никакой разницы в возрасте. Дельвиг очень смешно приглашает Пушкина к его родителям. Он говорит, друг Пушкин, хочешь ли отведать дурного масла яиц гнилых? Так приходи со мной обедать сегодня у твоих родных. Обеды у родителей Пушкина были отвратительные. Но беседа хорошая, остроумная, перекрывала все. Сыщик фон Фок стал себя проявлять. Он был представлен к Пушкину. Конечно, Пушкина обманывали. Не Николай был цензор, а целая за ним следила служба. Вот этот сыщик фон Фок. Мне очень нравится его работа. Он обязан был присутствовать на всех ужинах и обедах, где присутствовал Пушкин. Можно хорошо, кстати, поесть, выпить, закусить. И главное, слушать, а что там Пушкин говорит? И он пишет накладную, что Пушкин очень благонадежен. И он всегда первый тост говорит за царя императора. И всех еще говорит, что вы встаньте, встаньте, за императора пьете. Вот хочу вам отметить, пишет сыщик фон Фок, что молодец Пушкин. Все ведет себя хорошо. После семилетнего перерыва Пушкин встречается с Жуковским. Семь лет не виделись. Жуковский дарит ему перо Геота. Геота подарил перо Жуковскому. Но Жуковский дарит Пушкину. То есть Пушкин в двух рукопожатиях от Геоты. Когда Пушкин учился в лицее, музыку им преподавал и руководил хором польский композитор. Я забываю фамилию, там сложная была. А этот польский композитор лично был знаком с Моцартом. Значит, Пушкин был в двух рукопожатиях и от Моцарта. Вот такая вот интересная вещь. И так люди были близки с гениями. 1827 год – это год самых известных портретов Пушкина. Вы их все знаете, любите. И вот выбирайте тот, который вам больше нравится. Вот на радио тоже были вопросы. Комплексовал ли Пушкин по поводу своей внешности? Значит, я говорил, да, что… Удивительная вещь. То есть, одни пишут, что Пушкин, ну, практически урод. То есть, такой страшный. А другие пишут, что Пушкин красавец. А как это может быть? Вот. Вы смотрите здесь, ну, красивое лицо-то. Ну, да, нос там непрямое. Зачем обязательно иметь прямой нос, да? Это ж не сказано, что классическая римская красота должна быть обязательно. Вдохновенное, красивое лицо, все. Я думаю, что Пушкин передавал своей внешностью свое внутреннее состояние. Вот если он был в состоянии вдохновения, то он был очень красив, действительно. То его впечатление от него могло быть вот очень такое, да, красивое какое-какое. А если он был в другом настроении, да, состоянии, то вполне он мог произведить впечатление страшного какого-то, страшного, я не знаю, обезьяны, как я про него говорил. Мог. Вот все, Пушкин мог. Вот это тоже такая своеобразная ветренность Пушкина. Он был очень разным. И, повторяю, это пик его славы. Вот здесь он на пике славы. Вот так его видит Кипринский, так его видит Тропинин. Пошел 1828 год. И вот здесь происходит событие. Значит, я уже говорил, что... Не помню, что я говорил. Про учебники истории. Я читаю тоже сейчас лекцию в школах «Историю российской чести». О XVIII веке. То есть там много событий, которые вообще ни в каких учебниках, но особенно уж для школьников, не пишутся. На самом деле это очень важно. И мы не знаем, какая часть истории вообще более важная. Вот я бы сделал или лекцию, или учебник «История русских эмоций». Вот когда люди проявляли и фиксировали самые эмоциональные какие-то эпизоды своей жизни. На самом деле у каждого человека такие бывают эпизоды, да? Когда вот мы проявляем самые сильные чувства. А вот 1828 год. Чита. Холодно, мрачно приезжает Александра Муравьева, жена беспокойного Никиты, да? Поехала к декабристам. И в эту Читу ведут или везут из Шлиссибургской крепости Ивана Пущина. Вот его через всю Россию привезли. Можете себе представить его состояние. Больной, искудавший, обессиленный. И впереди вообще ничего его не ждет. Ведь человеку все-таки в жизни должно что-то впереди манить, иначе у него не будет желания двигаться дальше. А у Пущина ничего не было, потому что там все, это конец, это финалы, это депрессия. Вот в этом состоянии Пущин. Вот так вот представьте себе эту сцену. В этой Чите подходит Александра Муравьева и дает ему листочек. И что это такое у Пущина? Открывает, а там вот этот текст Пушкина. Вот такая была песня. Как ему стало тепло, вы поймете сами. Мой первый друг, мой друг бесценный. Вот каково, я думаю, что Пущин зарядился. Да, как от батарейки вот этим текстом. Вот такая, наверное, была внутренняя эмоция, внутреннее переживание у Пущина, когда он в этой Чите мрачной, холодной читал знаменитый текст Пушкина. Знаменитый сейчас. Обычно медиатором в пушкинскую эпоху работал Соболевский. Я уже говорил, но один раз пришлось поработать и Пушкину. Прибегает к нему сестра Ольга, говорит, Саша, тебе придется поехать к родителям. Я вышла замуж, там, не знаю, вчера, позавчера. Родители были против, я вышла без их согласия. Ты должен к ним приехать и все рассказать. Ну, отказываться нельзя, пришлось Пушкину ехать и сообщать родителям об этом событии. Сергею Львовичу стало плохо во время сообщения, очень слабый. Он был, так сказать, на такое информационное сообщение, такие удары. И Пушкин от нервного напряжения еще и ногу себе вывихнул и, как всегда, зимой заболел. Но это, я еще раз говорю, что организм Пушкина знал, что зимой в Петербурге надо поболеть, немножко себя поберечь. Недремлющий фон Фок, наш любимый сыщик, пишет донесение, что Пушкин подозрительно часто видится с Жуковским. Причем к фамилии Жуковский он добавляет букву «Л», и Жуковский превращается в Жулковский. Я думаю, что с точки зрения сыщика, вот эти поэты, как-то у них получается так в рифму, они все жулики, с ними надо быть насторожен. Ну, как это в рифму так можно? Нет, что-то тут не так. И видятся они слишком часто. Это очень бдительный сыщик фон Фок. Но при этом весна 1928 года Пушкин поправился. Приносит радостную достаточно весть. Пенкендорф сообщает Пушкину, что императору понравилась шестая глава Евгения Онегина. Это и не мелочь, и очень приятно. Обратите внимание, что произведение Лермонтова Николай I на дух не переносил. А тут, пожалуйста, понравилась шестая глава Евгения Онегина. В конце марта водружается первая колонна Исаакиевского собора. Мы все время говорим, что город преображается, и Пушкин продвигается в своем творчестве. Это было тоже торжественное событие, как и открытие Казанского собора. Первая колонна вот эта громадная Исаакиевского собора. Там был император на этом мероприятии, возможно, был и Пушкин. То есть Исааки возводится теперь параллельно Евгению Онегину. Текст и собор. Ну, Евгений Онегин опережает, конечно, Исааки. Еще одна встреча этих двух замечательных Александров Сергеевичей. У Грибоедова было два пика славы. Один, вот я говорил, 23-24 год. Конечно, горе от ума. Это супер хит. Ну, она не может... То есть, она, конечно, раскалывает, но в Петербурге она нравилась всем. Московским она, естественно, не нравилась. Второй пик славы Грибоедова – это он привозит Туркманчайский договор. Очень выгодный для России. Там 20 миллионов серебро можно было по ним получить. Получили гораздо меньше, там 9. И Пушкин с ним беседует и передает Грибоедову по эстафете звание самого умного по России. Пушкин говорит, что с ним очень любопытно поговорить. Очень умный. Один из самых умных людей России. Опять Пушкин хочет в армию. То есть, может быть, он чувствовал, что вот это пик славы, все, он пройден. И нужен еще какой-то подвиг. Что-то нужно еще. То есть, он... Ну, понятно, что он еще не женатый. И опять захотел в армию. Пишет соответствующее письмо с просьбой. Кстати, Вяземский тоже пишет. Вот не хватало им подвигов. При этом, великий князь Константин так Бенкендорфу говорит, что это люди-то неблагонадежные. Ты с ними так посторожнее. И император отвечает. Бенкендорф транслирует ответ Николая Первого Пушкину. Во-первых, Александр Сергеевич, спасибо за порыв. Николай Первый вам просил передать. А во-вторых, все места в армии заняты. Если вы помните, через сто лет красноармейцы будут петь очень схожую песню на стихи Демиана Бедного. В Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Апрель 28-го года. Пушкин просит отпустить. Ну, хоть если в армию нельзя, отпустите хотя бы в Париж. Ну, куда-нибудь уже отпустите. Что-то вот ему немножко становится нервно. И здесь же он влюбляется. У него было две влюбленности вот в этот период. Ну, я его называю период все-таки славы. Первая – это Анна Оленина. Это самая серьезная, можно сказать, петербургская влюбленность. В мае они будут присутствовать все. Знаменитая будет читка в особняке Лавали. И Пушкин читает Бориса Годунова, Грибоедов, Грузинскую ночь. Потом они все вместе поедут на пироскафе в Кронштадт. Это была такая традиция у дворян. Такое времяпрепровождение очень интересное. От английской набережной стартовал пироскаф. Кого-нибудь провожали в Европу, потому что все корабли отходили от Кронштадта. Надо было от английской набережной ехать на пироскафе до Кронштадта. И там провожать, махать рукой, как это езжает корабль. При этом пироскаф шел медленно. На палубе наливали шампанское вкусные десерты. Это можно было приятно провести время на морском свежем воздухе в приятной беседе. Тогда на пироскафе был Пушкин, Мицкевич, кстати, Грибоедов, Вяземский и были Оленины. Но Анна была холодна, а Пушкин был по этому поводу грустен. В августе он делает официальное предложение и получает резкий отказ от родителей. Вторая влюбленность там вообще у Пушкина шансов не было. Совсем она не похожа, это первая, да, Аграфена Закревская. Ну, в нее был влюблен еще и Боротынский в Финляндии. Теперь вот Пушкин, как беззаконная комета, в кругу расчисленном светил. Вот зато осталась нам вот эта удивительная фраза Пушкина. Ну, вот его рисунок. В начале июня Пушкин провожает Грибоедова. Вот я рассказывал. Это был 6 июня по-старому, дождливый день. Сначала на мойке в квартире Жандра посидели, потом доехали до царского села. Грибоедов мог себе позволить, при диках был, купил хорошее шампанское, хорошее вино, но пили очень мало, что-то всем было очень-очень грустно. Грибоедов всем говорил, нас там зарежут, меня посылают на смерть. Обратите внимание, когда в Тегеране был военным посланником генерал Ермолов, это примерно 1816 год, Ермолов взял с собой 200 человек, хорошо натренированных воинов в охрану, и пушка была у него. Когда едет Грибоедов, им дали 35 казаков. 35 казаков. Ну, что это? Грибоедов сказал, все, вы меня видите в последний раз. Ну, в общем, все так и было. Это были очень грустные проводы. Пушкин очень много играет в карты. Это последний холостой период, скоро уже будет Наталья Николаевна. Он во время игры в карты, я думаю, что это не просто вот такой тупой азарт, это еще и немножко другое. Вот мозг находится в определенном состоянии, состоянии азарта, и в этом состоянии приходят мысли, стихи Пушкину. Пушкину известно, что он, значит, а записывать-то негде, бумаги нет, это же игра, там зеленый этот столик, и Пушкин мелом на рукаве записывает стихи. Потом он под утро идет к себе в отель, и у него все рукава в стихах. Там он уже с рукавов переписывает на бумагу. Вот так он играл в карты. Карточный партнер у него Сергей Голицын, внук знаменитой Натальи Петровны Голицыной по прозвищу Фирс. И Сергей Голицын ему за игрой в карты рассказывает анекдот о трех картах. Ну, вы понимаете, что это формируется повесть «Пиковая дама». Ну, здесь же и радостное, и трагичное, это и в нашей жизни, конечно, это в любой жизни, умирает Арина Родионовна здесь, в Петербурге, отпевания во Владимирском соборе и пухраны на Смоленском кладбище. Конечно, Пушкин там присутствует. Докапываются теперь к нему с Гаврелиадой. Ты написал, Пушкин говорит, нет, не я, ты написал, таскает его. Ну, потом, в конце концов, Пушкин в письме императору все-таки признается, что он. Заканчивает Пушкин Полтаву. И осенью 1928 года знаменитое собрание лицеистов 19 октября на Васильевском острове у Александра Туркова. Пушкин очень энергичен. Он пропустил очень много собраний 19 октября. И здесь он ведет сам стенограмму, сам проказничает, сам пишет в конце еще четверостиший экспромт. И прямо от подъезда уезжает на экипажи в Тверскую губернию, в Малиновке, да, как я всем их забываю, правильно называется, в усадьбу. Короче, Малинники, Вульфов. Через три месяца он возвращается опять в гостиницу Димут. Это между Мойкой и Большой Конюшиной. Ну, вы, наверное, знаете, Димут, это там было бюро путешествий в советское время на улице Желяба. Вот и в сторону Мойки все занимал вот этот отель. В это время, это примерно конец 28-го, начало 29-го года, Гоголь, Николай Васильевич вступает, так сказать, в игру и пытается познакомиться с Пушкиным. Они не знакомы. Гоголь очень долго думает о кота приходить к Пушкину, чтобы было не рано и еще не поздно. Он выбирает три часа дня. Приходит в отель и говорит, значит, видимо, Никите Козлову, что можно, вот, Галькан Сергеевич. Не, не. А что такое, нет парина? Да не, есть, спит. Гоголь, говорит, Гоголь, так, наверное, всю ночь, так ему так представляется, сидел, писал Евгения Онегина. Как это здорово. Не, говорит Никита Козлов, что не. Да в карты дулся всю ночь, пришел в пять утра, будут дрыхнуть до шести как минимум. Вот Гоголь как-то получил такой очень серьезный импульс. Встретиться, на самом деле, познакомиться они через полтора только года. Гоголь и Пушкин. А Пушкин все-таки воплощает идею, вот, довел. Вот путешествие в Европу не довел до ума, но это было очень тяжело без разрешения. Все-таки таможня. А военное, так сказать, действие он реализует в реальность. Это путешествие в Арсрум. Пушкин едет на юг и, как и хотел, немножко на коне саблей помахать, покричать, потусоваться в этих шатрах. Вот то, что хотел Пушкин, он получил. Когда он вернулся, вынужден был отчитываться перед императором, потому что это сама Волка. Пушкин говорит, ну, я, мне разрешил главнокомандующий, там, Паскевич, вот, лично. А Николай I ему говорит, слушай, а ты знаешь, что армия-то моя, а не Паскевич, это же у меня надо было спрашивать разрешение. Пушкин так задумался. И Доля Факельмон, жена австрийского посла, Пушкин бывает в их салоне. Не потому, что там что-то особенное, а потому, что в этом салоне можно узнать про европейские новости. Там всегда свежие европейские газеты у австрийского посла. Он всегда знает, что там с точки зрения культуры, история происходит. А Доля вела очень подробный дневник, вот он остался всем Пушкиноведам, и она описывает и внешность Пушкина, и как он себя вел. Вот Факельмон пишет, что он был не то, что ужасен сейчас, невозможно быть более некрасивым, она пишет. Это смесь обезьяны с тигром. Но именно так обезьяны с тигром звали Пушкина в лицее, обезьяна-тигр. Так что она, в общем, в этом смысле она попала. В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, как раз в это время пишет Пушкин последнюю восьмую главу Евгения Онегина. Некоторое время еще он даже руководитель леатурной газеты, потому что Делиги уехали в Москву и попросили немножко порулить изданием. И опять просится куда-нибудь. Все, значит, военные подвиги он реализовал, это реализовал, еще он не женился в жизни и не съездил в Европу. Опять пишет, отпустите меня во Францию и в Италию. Ну, пожалуйста, нельзя в Европу, но хотя бы в Китай. Там какая-то дипломатическая миссия. Он уже был согласен и в Китай. Ну вот хочу посмотреть, вот я должен все испытать. Не пускает Николай Первый. Пишет, у вас, Александр Сергеевич, плохо с деньгами, долги большие. Так что вот лучше здесь посидите. Словно Николай Первый предчувствовал, что ему надо будет эти долги покрывать. Как оно и случилось. В конце января такой знаковый бал. Пушкин купил себе фрак. Как бы мы сказали, отдал химчистку. Все. Вот в этом красивом фраке он приходит на этот бал государственной важности, а все в мундирах. Вот Пушкину не сказали, что надо быть в мундире. Николай замечает, что все в мундирах, а Пушкин во фраке. И указание дает Беккендорфу. Обязать Пушкина купить нормальный дворянский мундир. Дальше вы потом посмотрите, что из этого получилось. И впервые в черновиках Пушкина появляется профиль и лицо Натальи Николаевны. Дело пошло к женитьбе. В августе Пушкин уезжает достаточно долго в Москву, чтобы устроить свою личную жизнь. В тот день, в день отъезда, его провожал Антон Дельвик. Они шли от центра Петербурга, ну, Дельвик на Загородном жил, до Царского села пешком. Это, ну, я не знаю, 25 или 30 километров. Наверное, все-таки 25, потому что 30 считается, что от Дворцовой площади. Пешком. Вот люди тогда ходили очень много пешком. Вот тот самый Федор Толстой-американец прошел практически пешком всю Россию. От Владивостока до Петербурга за год примерно. Это казалось возможно. Очень много ходили люди. Они идут с ним, с Дельвигом Пушкин. Радуются их дружбе. Идут, не замечают время, не замечают километров. А Пушкин не знал, что он видит Дельвига в последний раз. Все. Потом больше никогда он Дельвига уже не увидит. И как менялась архитектура в этот период? Ну, самое знаковое – это шедевр Карла Росси. Здание ярко главного штаба. Вот удивительное сделал Росси не потому, что даже само здание такое, а потому, что ему надо было построить что-то напротив великого творения расстреля, напротив Эрмитажа. А как это сделать? Так, чтобы, во-первых, и не выпячиваться, во-вторых, чтобы это тоже был шедевр. Вот как это? И все у него получилось. Это удивительно. И получился и вот этот изгиб от Большой Морской через двойную арку. Вот такое было время. Пушкин пишет, дописывает, да, последняя глава Евгения Онегина. Карл Росси делает свое великое произведение. Вот это. У них была такая традиция, у Росси, что после того, как леса снимаются, он вместе с рабочими обязательно должен был забраться, ну, в данном случае, на арку, чтобы продемонстрировать, что под тяжестью арка не упадет. То есть он в какой-то степени рисковал своей жизнью, но зато репутация хорошего архитектора. Все просчитано, арка выдерживает тяжесть. Ну, остался нам последний четвертый период. Пушкин приезжает с молодой женой в Петербург. Последний раз это май 1831 года. Останавливается в гостинице Димунтов все в той же и представляет всем свою молодую красивую жену. Ну, наверное, это очень приятно. Это первая красавица Москвы представить. Карамзиным, родителям. А на вечере у Плетнева Пушкин наконец-то знакомится с Гоголем. Вот смотрите, Пушкин в исполнении Гоголя, Гоголь в исполнении Пушкина. Значит, и Пушкины уезжают в Царское село. Это время, эти пять месяцев, это рай для Пушкина. Ну, можно сказать, что тоже рядом с Петербургом. Вот такого счастья, как испытывал Пушкин в 1931 году, летом, в Царском селе, наверное, он никогда не испытывал. Абсолютный покой, молодая красивая жена. Гоголь снимает небольшую комнатушку в Павловске и ходит почти каждый день пешком 6 километров к Пушкину. И там же Жуковский. Вот они соображают на троих это счастье для Пушкина. Я, правда, не очень уверен, что так уж хорошо была Наталья Николаевна и ей 19 лет. Понимала ли она эти разговоры? Вообще понимала ли она? Ну, наверное, ей было все это интересно. Но сегодня мы, прежде всего, говорим о Пушкине. Значит, они возвращаются в октябре в Петербург, снимают сначала квартиру на Вознесенском проспекте у Измайловского моста, но почему-то очень быстро оттуда съезжают. Пушкин очень много поменял квартиру в свой последний период, как я его называю, квартиру зрелости. Вот они поселились на Галерной 53 или по-английски набережный дом. Это между Площадью Труда и Адмиралтейским каналом, примерно посерединке. Здесь дом Брискорн. Это такая женщина-купчиха. Она была известна тем, что на нее было заведено уголовное дело по истязанию крестьян. Такая она была мини-салтычиха. Вот это Брискорн. Ну, это не относится. Вот они жили в этом доме. До этого в царском селе Пушкина в парке встретил император. И сказал ему, Саша, ну, не Саша, нет, Александр, что вы такой грустный? Наверное, у вас с деньгами плохо. Давайте-ка я сделаю вас государственным историографом, потому что Карамзин умер в 26-м году. А давайте вы импуете. 5 тысяч в год вас устроят. Это очень хорошие деньги. 5 тысяч тех рублей в год. На наши деньги я пересчитал. Это в месяц 600 тысяч рублей. Ну, если бы не было долгов, наверное, можно жить и с женой, и с четырьмя детьми. Но у Пушкина уже огромный ком долгов за ним идет. И, тем не менее, 5 тысяч рублей в год – это большое подспорье ему Николай I сделал. Николай I просит его написать о Петре I. Ну, вот в основном получается, наверное, история Пугачевская пункта у Пушкина. Значит, в 32-й год Пушкину присваивают 9-й класс титулярного советника. Обратите внимание, что если Пушкин бы учился получше в лицее, ему бы сразу присвоили этот 9-й класс. Вот у половины, ну, примерно, был сразу у Горчакова, у Кюхельбекера присвоен был 9-й класс сразу по выпуску, потому что они хорошо учились, а Пушкин очень много прогуливал. Значит, главные события 32-го года выходят восьмая глава Евгения Онегина и вот этот обет в книжной лавке у Смердина. Это картина, рисунок Александра Брюлова. Чем он мне вот лично интересен? Я говорю, что еще надо такую делать лекцию «История расколов и согласий России», да, потому что очень часто все раскалывалось. А вот это пример согласия, потому что Смердин собрал 120 человек. Люди абсолютно разные, они ненавидели друг друга на страницах журналов, они писали друг от друга всякие гадости, не то, что критиковали, а просто откровенные гадости. А здесь они встречаются и спокойно, мирно существуют, сидят, пьют. Оказывается, это возможно, оказывается, все это, помните, я говорил про Пушкина, что это очень наносное, что внутри-то, если как-то правильно найти путь, то вполне можно очень мирно хорошо жить. Ведь вот это Смердин, это Крылов, это Греч. Вон там Александр Сергеевич. Пушкин, еще там радостные события, получает возможность работать в библиотеке Вольтера, первой среди литераторов, вообще деятелей культуры. Получает кредит у француза в винном погребе, это очень важно для Александра Сергеевича, то есть можно брать в кредит, потом Николай I все равно все это отплатит, оплатит вино пить. И рождается первый ребенок, Мария, именно в этот период. Пушкины переезжают на Фурштадскую 20 и будут там жить тоже недолго. Но тот дом вообще был перестроен, поэтому я его Фурштадскую 20 не показываю. В это время происходит вот событие архитектурное, устанавливается Александрийская колонна. Был ли там Пушкин, я не знаю, Лермонтов, скорее всего, был, потому что его полк стоял здесь на параде. Это было время, когда Лермонтов выпускался с училища этих самых кокваливистских юнкеров. Выходит, так, сейчас, 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 да, значит, печальное событие, и которое говорит о том, каков еще раз становится Пушкин. Почему это зрелый период? Потому что на нем, на самом деле, на Пушкине висела теперь вся семья. Вот, не на кого было больше вообще положиться, потому что его брат, ну, как тут сказать, плохо, так сказать, о людях нельзя говорить, Лев, но абсолютно безалаберный. То есть, такого безалаберного человека, как брата Александра Сергеевича, найти было трудно. Не на кого вообще в семья положиться, и Пушкин взваливает на себя все, вот, какие могут быть хозяйственные и административные хлопоты. Умирает дед Наталья Гончарова, и Пушкину надо его вести, гроб с его телом, в Калужскую губернию. Некому больше, то есть, все это будет делать Пушкин. И вот они переезжают в следующую квартиру. Вы знаете это здание, угол Большой, Морской и Гороховой. Здесь Пушкин пишет Дубровского. И героиню тоже, как и дочку, зовут Машей. Значит, параллельно Дубровскому вырастает Александрийский театр. Когда Россия строит Александрийский театр, Пушкин пишет Дубровского. Живет в этом доме. И потом с этим же Демировским у него будет тяжба. Потому что Пушкин что-то его не устроило. Сколько там стоило у нас? 3300 рублей в год. На самом деле до центра города вот это было недорого. Почему Пушкин съехал, на самом деле, я не знаю. Он причем съезжает за 4 месяца до срока окончания контракта. И за эти 4 месяца не хочет платить. Но он неправильно оформил вот этот разрыв контракта. И Жедемировский подает на него в суд и выигрывает. Потому что Пушкин все-таки юридически был не очень хорошо подкован. Что происходит? Я уже говорил, что слава идет на спад. А вот слава его жены, наоборот, она в зените. Вот она на балу, очень таком важном, признается первой красавицей бала. Первой красавицей Петербурга. Она в костюме жрица Солнца. То есть вот все больше и больше популярности уже у жены Пушкина. Но при этом сам Пушкин обладает феноменальной работоспособностью. Он по своему историческому вот этому, по исторической должности, запрашивает документы у военного ведомства. Ему дают только на 2 недели. 200 документов в день, я посчитал, он обрабатывал. 200 документов в день, их надо прочитать, проанализировать, что-то записать и так далее. Вот это была работоспособность Пушкина. Он был в очень хорошей форме. Жождается его первый сын, Александр. А сам Пушкин готовится к самой длинной поездке в Оренбург. Если брать так, как ехал Пушкин, Москва, Казань, Оренбург, это 2500 километров в одну только сторону. Вот такие расстояния, они не были помехой. Да, все, тогда мы давайте, видите, посмотрим, что было. Вот Тубровский Александрийский театр. Это Пушкин будет жить на Пестеле 5. Удивительное место. Там до Пушкина жил Гнедич и писал Илиаду. А знаете, кто там будет жить в начале 20 века под именем Просковья Евгеньевна Онегина? В этом же доме Просковья Евгеньевна Онегина будет жить в 1905 году. Это Надежда Константиновна Крупская. Вот у большевиков было чувство юмора. Они придумали ей конспиративное имя. Просковья Евгеньевна Онегина. Потому что там жил Пушкин. Вот такое удивительное тоже сочетание. Так, просят быстрее. Просто Медный всадник идет параллельно с созданием Сената и Синода Росси. Почему он переехал в эту квартиру за 6 тысяч, дико дорогую, на набережной Невы? Вот я не знаю. Надежда Осиповна говорила, что это все его молодая жена его подзуживает. Вы знаете, свекровь и невестка – это вечно во все времена. Вместо того, чтобы давать деньги родителям, они переехали за 6 тысяч в квартиру. Вот Пушкин все это выслушивал. У Пушкина становится все более нервная жизнь. Долги, долги и долги. Пушкин не знает, как с ними бороться. Они действительно огромные. Он пытается издавать журнал «Современник», думая, что это принесет доход. Пушкин очень сильно ошибся. Никакого дохода. Он еле-еле в ноль выходит. Очень дорогая бумага. Не то количество подписчиков не получается. Никакого финансового успеха здесь не произойдет. Только будет хуже. И вот последняя квартира. Мойка 12. Квартира Волконской. Ну, последняя. Вы его знаете. Все, что происходило с Дантесом. Очень был тяжелый для него 1936 год. Пушкин вдруг стал вызывать на дуэль. Вот до этого не было. В 1936 году вначале у него было три вызова. Он вызывал на дуэль. Причем из-за какой-то ерунды. Он нервничал. Он очень нервничал. Вот это все долги. Эти всехозяйственные проблемы. Вот когда уже всем объяснили, что в семье он всем объяснил, что денег нет, вообще катастрофа. Представьте только себе. Приходит письмо от Льва, брата, с юга. Я вчера проиграл в карты 30 тысяч рублей. На наши деньги это 40 миллионов. Вы представляете, да? А что сделаешь? А надо помогать брату. Пушкин не мог сказать, сам иди спасайся. Потому что, во-первых, он и сам в карты играл, но это же и брат. Вот в таком состоянии Пушкин. Какие-то странные нервные вызовы на дуэли. И вот это анонимное письмо Пушкин вызывает Дантеса. Дантес делает предложение сестре Натальи Николаевны. И потом на балу. Как мы проскакали, да? Нет. Да, вот здесь это дом Воронцова-Дашкова бал. Тут и Лермонтов был на балу со скандалом, потому что Лермонтов из ссылки приехал и пришел сюда на бал. А тут государь-император, а он в ссылке. Вот это был большой скандал у Лермонтова. А у Пушкина это была капля, которая переполнила все. Потому что именно на этом балу в конце января Дантес очень скверно шутит. Я думаю, что не потому, что он специально так шутил, а потому что он по-другому не мог. Вот такие у него были казарменные шутки. И эта шутка делает Пушкина просто из Пушкина настоящего тигра. Он в бешенстве. И он пишет вот это оскорбительное письмо Геккерну, после которого дуэли не миновать. В последний день дуэли Пушкин был абсолютно спокойный. Вот пишет ассистент Смердина, который его видел. Я никогда не видел такого спокойного Пушкина. Он просто ходил и напевал. Просто ходит по комнате. Я еще думаю, а что такое? А это оказывается день дуэли. Пушкин моется, что вообще перед дуэлью люди не делали. Зачем? Зачем мыться перед дуэлью? А он предполагал, наверное, что скорее всего он будет убит. Пушкин одевается во все чистое. И знаменитый стакан лимонада в кафе Вольфа и Беранже. Танзас секундант. Дуэль и последние его дни. Вот последнее из ракетинуры, что я хотел сказать. Это в этом же году, в 1937-м, последнее здание до Дворцовой площади. Все сформировалось Дворцовая площадь. Это штаб гвардейского корпуса. Александр Брюлов. Ему уже такого шедевра, уже, наверное, и не надо было шедевров. Ему надо было сделать что-то очень скромное, спокойное. И он это сделал. Ему тоже это удалось. Мы вообще иногда даже не замечаем это здание. Во время сейчас торжеств тут какие-то панно висят с рекламой. Вот Брюлов такое именно здание сделал. Ну, в принципе, наверное, все. Сформировался город Петербург. Практически остался только Исаакиевский собор, но он уже был почти достроен. Сформировался русский язык. Благодаря Пушкину сформировалось русское сознание. Пушкин уходит, но вот остается город, остается его текст, остается русский язык, на котором мы сегодня говорим и который служит нам как коммуникация, средство общения. Ну, наверное, все. И, наверное, очень долго я перебрала. Спасибо. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за столь подробную и увлекательную лекцию. Если у вас после двухчасовой лекции остались вопросы, вы можете смело их задавать. Да, я думаю, можно это сделать в частном порядке, чтобы потихоньку выпустить тех, кто уже хочет выйти. Прошу вас соблюдать, хотела сказать, правила приличия, но правила безопасности и пропускать всех аккуратно через дверь, которая находится сзади вас. Будьте аккуратны и берегите людей рядом с вами. Да, Сергей Владимирович ответит на все вопросы. Можете подходить и задавать. Спасибо вам за ваше терпение и внимание. Спасибо вам.